Однозначно, вопрос стал в подрядчике, вопрос стал в подрядчике, поэтому на сегодняшний день я думаю вот, что при поддержке, однозначно народный депутат, Ярослав Сергеевич, они с подрядчиком больше таким работать не будут, это однозначно. Второй вопрос, касательно, просто смешно, народный депутат никакого к этому отношения не имеет. Нет, вы не правы здесь, это однозначно, однозначно инициатива была его растворить эти договора с некачественными, неадекватными подрядчиками, это его инициатива была. Уважаемый коллеги, что касается тех объектов, которые у нас сегодня недостроены в городе, во-первых, та политика, которая была в городе последние 5 лет, она в корне отличается от подходов, которые есть в некоторых городах. В чем это заключается? Мы не строили объекты под ключ, условно, как это было 9 школа, а тот финансовый ресурс, который есть по соцэкономразвитию, тратили сразу на 30-40 объектов для того, чтобы решить самые необходимые вопросы. Где-то начиналась крыша, где-то было отопление, где-то было утепление. Эти объекты, каждый рассчитывался примерно на 5 лет. В течение 3 лет стабильно выделялся финансовый ресурс и многие работы были выполнены. У нас есть законченные объемы работ по библиотеке, по стоматологии, по другим объектам, которые утеплены полностью, детские сады и так далее. К сожалению, в прошлом году государство перестало финансировать по 500-й постанове, которая предусматривает финансирование по соцэкономразвитию. К сожалению, даже те объекты, которые были выполнены, они заморожены. Сегодня подрядчики с нами судятся. То есть предусмотреть эти вещи мы не могли. Что касается подрядчиков. К сожалению, те подрядчики, которые сегодня строили у нас или реконструировали ФОК, СНА по непонятным для нас причинам, начали увеличивать сметы. Они перестали вовремя выполнять те объемы работ, которые они должны были выполнить по договорным отношениям. Хотя город со своей стороны выполнил обязательства в полном объеме. Поэтому, естественно, с ними разрываются договора. И, естественно, им прекращена всякая оплата. И работает сегодня комиссия во главе с представителями городского совета для того, чтобы сделать сверку, если есть задолженность, в другую сторону, взыскать или через суд, или уже по переговорной процедуре. Поэтому эта работа ведется. Бюджетные деньги были сделаны за деньги и гранты. А назовите один садик, который сделан до конца. Как вы сказали, один садик. Хоть один садик. Библиотека была сделана за бюджетные деньги, была сделана за соцэконом, она сделана за соцэконом, а японский грант это полтора миллиона гривен, это пятая или шестая часть от той суммы, если вы не владеете ситуацией, вы пожалуйста задайте вопрос, вы получите письменный ответ, то что касается непосредственно библиотеки. Если вас интересуют детские сады, что выполнено, точно так обратитесь, вам дадут перечень детских садов. Я обычно стояла и говорила, давайте отправим асфальт на экспертизу, почему мы каждый год делаем асфальт, вы мне сказали, вам надо, вы делаете экспертизу, что мы сейчас говорили? Знаете, я расскажу, будет кто-то наказан из подрядчика или из тех людей, которые подписывали в городской области, которые подписывали в городской области. Мы ответы на те вопросы, которые вас интересуют, поэтому я уверен, что задержки не будет, пожалуйста, пишите, обращайтесь, получите объяснение. Смотрите, смотрите, вопрос о чем? Может, а ему задаваться вопросом, Артамовичу, что вы стали докладчиком? Смотрите, нет, ну, вибликому, по-моему, по-моему, здесь речь идет о чем? Ну вот, честно, как бы, там, понимаю, что есть там взаимные какие-то вопросы. Не взаимные, я, Артамович, мы заимворимся четыре года. Смотрите, давайте... Сто после депутатов, которые голосуют за бюджетные деньги, нас ни на один объект не пускали, нам не дали ни на один документ. Мы сколько писали запросов, нам не дали ни на один запрос ответ, ни сметы, ни акты. Мы все проголосовали на последней сессии за создание нового коммунального предприятия, правильно? Сказали, что будет все открыто. Вы были как докладчиком, я только за. Вопрос, для того, чтобы выделять, довыделять деньги, надо для всех, для нас показать, на самом деле, какие деньги были выделены, какие были проекты до того, чтобы сказать, что надо выделить опять по 30 миллионов гривен, дать какие-то объекты. А так же самое, надо просто дать акты, куда будут выделяться те же самые 4 миллиона гривен, что тут 50, правильно? Не просто пальцем в небо. Сергей Сергеевич, как делается? Я же понимаю, о чем вы говорите, но только вы... Ну смотрите, я говорю просто о том, что вы сказали, мы на депутатской комиссии это все рассматривали. Во-первых, нигде на официальном сайте комиссия по закону не была прилюднена. Я как депутат, я хотел прийти. Ну вы сказали, что мы это все объясняли на бюджетной комиссии. Я знал две комиссии, на которые пришли. Это была земельная и своя комиссия. На депутатской комиссии мы обсуждали, на бюджетной комиссии... Я хотел прийти и задать вопрос, что я говорю сейчас. Все, Сергей Сергеевич, отвечаем на все вопросы. На официальном сайте где-то такую информацию. Вы о проектах имеете? Да. Да, для того, чтобы... Первое. Проекты, которые... Вот смотрите, Сергей Сергеевич, я понимаю ваш вопрос, вот если я буду чем-то сейчас не так говорить, вы можете поправить. Есть объект. Его начали ремонтировать. Я не хочу никого там осуждать. Но по некоторым объектам нет даже проекта. Но начали когда-то его ремонтировать. Это просто... Надо было... Вот смотрите, надо было ремонтировать, надо было ремонтировать. Возможно, надо было быстро ремонтировать. Может быть так. Но речь сейчас идет о чем? Мы сейчас берем объект. На нем выполнены какая-то часть работ. Мы сейчас их перепроверяем. Мы их актуем, если еще акта нет. Оплачиваем, либо взыскиваем. Предприниматель, если он плохо сделал. Обращаемся в суд. Штрафные санкции. Поднимаем сейчас, Инна Валерьевна, все договора. Потому что те договора, которые мы сейчас будем заключать, нам везде будет 20% штрафных санкций за невыполнение работ в срок, за некачественное выполнение. Я сейчас об этом говорю. После этого мы с вами понимаем, что еще необходимо доделать. Мы сейчас говорим, например, начали утепление. Половину сделали, либо сделали все, но не закрыли ничем этот утеплитель. Вот это нам нужно закончить. Для этого нужно что? Проект. Поэтому сейчас, вот в этом финансировании, которое мы сейчас будем озвучивать, уже заложены суммы на проект и на выполнение работы. Эти суммы приблизительные с точки зрения тех специалистов, которые у нас сейчас есть. У нас сейчас новое предприятие создано, управление капитального строительства. Нам нужно очень быстро, чтобы оно заработало. Сейчас временно мы туда, одну из наших сотрудниц, которая занимается сметами, всеми этими стройками, по контракту берем ИО, и она уже поехала по всем объектам. Она сметчик, крушница. То есть она сейчас быстренько все под карандаш это все сбивает. После этого УКС, мы сейчас будем на сессии рассматривать, предоставить УКСу право быть заказчиком по этим всем объектам. Но не образование должно быть заказчиком, и не физкультура должна быть, наверное, заказчиком, а заказчиком должны быть специалисты в части строительства. Учителя учат, врачи лечат и тому подобное. А строители строят, если вы не против. Выходим на новые тендеры. Выходим на новые тендеры. Через Прозоро. Под это финансирование, вот сейчас мы будем рассматривать, мы выделяем и заходим, и очень быстро. Там, где это у нас школы, нам нужно до 1 сентября сделать. Садики то же самое. Нам надо сделать до дождей, до холодов и всего остального. Закрыть это утеплитель и тому подобное. Вот я, смотрите, вы зацепились, я понимаю, у вас родинская там все. Вот давайте дальше, я без всякого, я просто... Я тогда извиняюсь, но вы сказали, да, так вот... Нет, я без какого-то заказу. Сesti, я Николай Николаевич вы тут ждали час, рассказывал депутат нам. Вот мне Виктора, они рассказывали, Николай Николаевич, вы сказали, что работала ОПГ, так Нина Викторовна, так же было сказано. Вы показывали фотографии, сколько было, ну как вы мне сказали, Нина Викторовна? Я вас освобили Викторовну. Опять-таки были бюджетные деньги. Как понять? Примерно надо было, не надо. Это бюджетные деньги. Это ответственность. Правильно? Тогда даже застрелиться, как можно было без проектов выделять бюджетные деньги. Вот смотрите, если там мы увидим признаки должностных преступлений, я вам говорю, что мы материалы направим правопрямительные деньги. Об этом моя принципиальная позиция известна всем. Если пострадал бюджет, конкретно на том же самом объекте, там штукатурка, они сами крышу сделали, я так понимаю, мы на крышу залазили со швайку, они сделали слив не по технологии, а сделали непонятно чем эту дырку, оно потекло, штукатурка повреждена. Вот у меня сразу вопрос. Принимались работы, не принимались? Раз. В конце рута все деньги были выплачены. В конце рута, в этом году нет нового объекта. Для того, чтобы вы не сомневались, мы получили бюджетные средства. Все до одного. Значит, были подписаны акты выплачены работы. Давайте дальше пройдемся. Пожалуйста. Ремонт подвального помещения Южный 10 это факт. То есть речь идет о том, что... Более 20-ти чем-то лет. Это центральная точка занятия спортом на микрорайонах. Там на сегодняшний день тренируются такие секции, как это тренажерный зал, это кикбоксинг, это бокс, это каратэ. И мы хотим его... Действительно, на сегодняшний день там невозможно уже тренироваться. Ваш же телеканал, если речь, ну капри, снимала неоднократно, как там заплывает канализация. Детям невозможно там находиться. И было принято решение, разработан проект на реконструкцию, на капитальный ремонт этого подвального помещения, что дополнительно еще даст возможность расширить с четырех направлений секции до девяти. Там предусмотрено увеличение территории. Он был ранен, это спортивный комплекс. И мы вернем ту жизнь, которая в нем была для жителей микрорайонов Солнечный, Южный, Шахтерский и Лазурный. Сколько метров квадратных факель подвального помещения? Вы хотите посмотреть сам проект или есть? Нет, я вам задал вопрос. Я вам на память. В 2018 году мы выделили 3 миллиона 100 тысяч ривен на ремонт подвальных этих помещений под договором. Фокус, сейчас на 5 миллиона выделяем. Подвал дома 200-300 метров квадратных 6 миллионов гривен. Мне кажется, как-то многовато. Ярослав Сергеевич, это спортивный комплекс. На него никогда не выделялись деньги. Он не уходит в обычный богородник, Игорь Иванович, и вот он монтаж. В обычное подвальное помещение ни в кое не уходит. Сергеевич, там есть верхний этаж, цоколь, молодежный центр, его ремонтировали. Но мы говорим сейчас о объекте, который арендуется нами. Это подвальное помещение, это совсем иной объект. Верхний этаж, это называется молодежный центр, по программе работал, а у нас это подвальное помещение, спортивный комплекс. Проект, на который день уже были выделены 3 миллиона 100 тысяч ривен, и сейчас проект можно будет посмотреть. Это будет в открытом доступе, как вы нам обещали, правильно, когда голосовали за ваше коммунальное предприятие? Все торги, сметы, проекты, все будет выложено. Все будет выложено. Так, идем дальше. Музычно, школа Леонтурича. Музыкальную школу заканчиваем, депутаты? Ваше мнение? Обязательно. Это в суммах. Чуть вопрос, что неправильно случится. Заканчиваем, все надо закончить. Это школьный, школьный учреждение. Я бы хотел бы изначально, как депутат. Сейчас дождь, снег будет. Давайте поднимем вопрос до того, кто это делал. Это все делается. Так может, уже были выделены деньги, чтобы они доделали, а мы их что-то не украли, правильно? Но мы же этого не знаем. Сергей Сергеевич, знаете как, я не иду по пути легких каких-то моментов. Подъявить кого-то, что украл. А какой-то, это же не легкий. Я иду по-другому. Просто взять, выделить деньги для того, что надо, пускай те же самые подрядчики опять-таки не доделывают. Подверждение документальное и принимаю решение. И получаю результат. Вот таким путем я иду. Я никогда не забегаю на дело. Тогда вопрос. Я как депутат имею право посмотреть. Вы мне можете предоставить, вы или ваше новое коммунальное предприятие, в лице руководителя, все проекты, которые были по этим объектам до того, все оттепленных работ, все работы, которые были, и как были пересечены деньги, это видно по казначисту. Я могу взять такую информацию, не запросам. Я могу прийти, мне могут предоставить. Сресик, смотрите, вы даже просто не как депутат, потому что депутат подразумевает к вам обращение одного из избирательных хотя бы. Вы просто как гражданин Украины, по закону о доступе к информации, можете написать запрос, на нас письмо, вы приедете, познакомитесь с документами, можете себе сделать какие-то выписки, там еще что-то. Я могу фотографировать документы, чтобы не выписать. Если там нет персональных данных, мы можем персональные данные там закрасить, предоставить. Это не проблема. Я хочу даже как депутат прийти в коммунальное предприятие и ознакомиться с документами, которые выносят на сессию. Вам нужно, я вас приглашаю к себе, можете. Объясните, пожалуйста, архитектору, что есть такое право. Она решила, что я не имею права. Она у меня забирала документы, ссылаясь на то, что она звонила юристу, мне сказали, что мне нельзя, но не документы, которые выносят на сессию. На сессию, на сессию все материалы, как это, вы же должны принимать. Ну, конечно, да. Ну, смотрите, мы ушли опять в полемнику. Я понимаю, вы любите поговорить на разные темы. Человек разносторонний, развитый, молодец. Идем дальше. Значит, школа номер 15, пожалуйста. Там сумма какая была? Сумма по музыкальной школе, сумма идет миллион шестьсот пятьдесят. Это закончится утепление фасада? Да, это хотя бы вот утепление, чтобы мы закрыли. 15-я школа. Кто у нас сидит на слайде? А, вот она. 15-я школа. Там сделана крыша, сделана отмозка, отопление, окна, но не сделан фасад. По факту приступали, в принципе. А мы приглашали Марину Александровну, руководителя. Она по объектам поехала. Она по объектам поехала. Понятно. Ну, молодец, готовится. 36-й. Если нет никаких замечаний, сразу идем дальше, ну, чтобы не останавливаться. По 36-й школе. Это крыша, да? Недоделанная. Надо сделать крышу, чтобы вы понимали, что в таком состоянии, то есть оно, то, что и внутрь, все потечет. Мы начали делать. 14-я школа. 14-я школа, тоже утепление. Вот вы считаете правильно, одну сделку сделали, а вторую нет. Как такое может быть? Сергей Сергеевич, я не считаю это правильным. Я вот уже, вот с этим надо что-то делать. Все, мы должны делать. Обсуждать можно сколько угодно, что было правильно, что было неправильно. Я не хочу на это тратить время, поверьте. Вот я, вот я хочу, чтобы сейчас было все правильно. Это моя задача. Просто давайте вытемнение, чтобы те, которые уже здесь оборовали еще раз доработали на этом деньги. Я не дам на это ни копейки украсть. А те, которые деньги были выделены, бюджетные. Вот еще. И мы видим, вы сами покажете фотографии, как они были сделаны, все объекты. Давайте смотреть акты выполненных работы. Мы начинаем это делать. Дальше идем. Колокольчик садит. Ласточка. Восьма. Что же это у нас? Вышло. Утеплительного закрепления. Так, школа 33. Это там, где мы ездили? Шучка. Смотрели. Утеплительного закрепления. Так, Чебурашка. Одиннадцатый садик. Они те же там уже работали. Динадцатый садик. Четвертый садик. Березка. И пятнадцатый садик. Беларуи. Утепление. Утепление дает колоссальную экономию с точки зрения отопления. Поэтому это правильный шаг в правильном направлении. Поэтому вот выносится такой вам вопрос, предложение. Это основное. Основное направление, которое мы должны решить. Почему? Еще один вопрос. Если по этим, по недостроям еще есть вопросы. Пожалуйста. Я хочу задать самый главный вопрос по этим недостроям. Мы выделяем деньги. Мы за эти деньги закончим или нет? Мы планируем за эти деньги. Или мы подразумеваем потом еще дальнейшее. до выделения деньги. Ну то есть должен быть адрес обследования. Правильно, что технические деньги. Мы закончим их. Нет, мы закончим невыполненные работы. Это не абсолютный вес ремонта всего заведения. Чтобы хорошо ремонтировать полностью. То есть начанные работы мы закончим. Если речь идет об отеплении, утеплении. Мы закончим его, чтобы ровить в дело. Мы закроем чужие фасы. Чужое пристроение не закрываем. Мы подходим в зданию и будем видеть, что оно все закончено. Нету там этих кирпичей, как вот эти фотографии, там откосов каких-то. Это всего ничего не будет. Нам необходимо, чтобы вы смотрите. Мы стоим с вами перед выгодом. В следующем году. Мы как бы можем на них и не выделять на эти заведения. Если мы пишем фасаде, на фасаде такого не будет. Но если не заложена крыша, а там еще через 2-3 года понадобится ремонт крыши, это же не полный ремонт всего заведения. Можно я приведу, я вам отвечу и сразу приведу пример. Я зашел в школу, 33-й. Крыша сделана. Фасад вот в таком состоянии. Мы его сейчас должны закончить. Ну, чтобы утеплитель не промок, не испортился. Да. Заходим внутрь школы. Там много вопросов. Пол, там не знаю какого года, вот так вот полопанное, оно уже пошло. Какую-то часть там помогли, да, или в шахту управления, или кто там, что-то заделали. Кстати, там стоит устро сейчас вопрос у них с водой. У них скважину когда-то шахту управления начинало делать, потом что-то они там не смогли подключить к коммуникациям. Сейчас уже, ну сейчас проблема с водой везде, а туда до Шевченко оно не додавливает. Поэтому надо этим тоже заняться. Я о чем? Потому что вы говорите, дальше на эти объекты будем тратить или нет? Будем и дальше тратить. Но на другой вид работы. Надо заходить, там пол, ну реально, ну страшно. Надо аккуратненько, новые технологии есть. Залили, аккуратненько сделали. Походили, подергали эти двери. Ну там, чтобы дверь эта не упала на ребенка. Пошли вот эти доски. Знаете, я учился в 2001 году в институт, когда закончил, приехал в свою школу, встречался там с выпускниками школ, рассказал там о профессии правоохранителей, видел эти доски, с которыми мы еще там в детстве, только в первый раз пошел. Вот я такие же доски сейчас увидел в 33-й школе. Ну, мы же должны уважать наш город, ну как, ну у нас нет средств на это все. Это я уже так, там, какие-то моменты затрагаю. По этому году, кстати, есть предложение, в этом году, в Год математики, и все классы математические, обновить хотя бы доски, там, мебель и тому подобное. Это будем мы в дальнейшем подходить с этим предложением. Поэтому речь идет по этим объектам. Закончить те работы, которые были наши. Разработать проекты на дальше. Например, в Черепурашке нет крышек. То есть в садике нет, ну, по сути, не отремонтирована крышка. То есть мы сейчас фасад закончим. Вообще начинать надо с крышек. Опыт такой есть. Начинают с крыши, пошли в лицо. Ну уже так пошло-пошло. Каждый год понемногу доделаем. Надо делать крышу. Крышу без проекта делать нельзя. ДБМ не позволяет. Потому что нужно сделать утепление. Потому что если ты крышу не утеплишь, а утеплишь только вокруг, ты эффекта не получишь. У тебя будет потеря, теплопотери сверху. Нужно делать с утеплением, с проектом эту крышу. Поэтому мы в этом году уже будем планировать, подготовить проект и закладывать на следующий год делать крышу. И так поэтапно по всем объектам с вами пойдем. Все эти объекты нет. Их еще много. Надо их делать? Надо. Деньги мы будем находить? Будем с вами искать эти деньги. Мои специалисты, я будем сидеть, кроптать над нашими теми возможностями, которые есть. И будем вам это реально показывать, честно показывать, говорить. На это есть, на это есть. Вы подняли вопрос, обсуждали вопрос. Программа 200-200. Не мы ее убирали из проекта, но мы ее вернули. Вместе с Валерием это тоже обсудили. Надо это делать? Надо делать. Будем ее искать, эти средства. И мы их найдем, эти средства заложим. Сейчас сядут по комиссиям, где есть голосование у людей, куда выделять эти средства. Но опять же, нужно правильно это планировать. Сейчас можно выделить 1 миллион на окнах, получить экономию, мы уже говорили, да, до 15% на тапах. А если мы с вами выложим всю потребность, а это, например, будет 10 миллионов, или 7 миллионов, или 5, зайдут самые крупные производители в стране. Мы получим экономию 30%. Соответственно, эти же деньги мы можем дальше вкладывать в развитие. И так во всем. Так во всем. Ярослав Сергеевич, давайте, наверное, все-таки составим акты, в каких состояниях сейчас находятся. Мы сейчас уже... Эти все школы. Чтобы мы, вот эти люди, которые там стали народными депутатами, есть у них, знаете, как, скажем, нельзя в отношении их возбуждать или что-то держать. Мы несли как раз ту ответственность, потому что они подписывали, выделяли бюджетные деньги на эти все объекты. И они же по их команде не пускали нас, как депутата, на все эти объекты. И мы сейчас просто говорим, давайте выделим, но мы не знаем на что и доделаем то, что должны были сделать те еще подрядчики до нас. Но это что же неправильно? Надо делать. Надо выделять. Это сами по-моему, там дети. Давайте делать. Кто виноват? Почему? Что? Так это бюджет поведения. Это что-то маловажное. Конечно. Если мы увидим... И вы же как раз выразовываете... И там, где мы видим, смотрите, там, где мы уже увидели вопросы... Устану Валерьевич, вопрос был не к вам. Там мы направили все материалы, как положено, и работа ведется. И работа даст результат, поверьте мне. Ведь почему... Вот давайте двух словах, извините. Да, вот... Ну, смотрите. Почему сейчас появляется та же самая экономическая безопасность? Города. На ключевых даже госпредприятиях. В Украинском оборонпроме. Там, там. Вышли мои коллеги. Туда, туда пошли. Почему? Вы же человек с образованием, юридическим понимаете. Что нужно для возбуждения уголовного отдела? Ущерб. То есть, по факту, преступление должно совершиться, должен быть установлен ущерб, громада должна понести ущерб, после этого начинает работать правоохранительная машина, начинает искать. Кто причинил ущерб, пытаются арестовать имущество и все остальное. Как это делают те, кто причиняет этот ущерб? Берут, извините, за сленг на фунта, оформляют это что-то, деньги вывели, выходишь... Таких было за эти пять лет. Поэтому, наша задача с вами... Сколько на общежитии было? 8 или 10 человек было оформлено. Сергей Ильич, еще раз. Наша задача не допустить, чтобы был причинен ущерб. Вот мы сейчас принимаем работу. Я каждую неделю задаю своим сотрудникам вопрос. Вот у нас Олег Гарич отвечает сейчас за закупки. Я говорю, сколько ты сэкономил? Он говорит, в этом месяце миллион. Молодец. С выпуска хлеба ты отработал. Присаживайся. Продолжай в дружедухе, надо динамику увеличивать. Шабельнику. Сколько ты срубил на октовках им? Там, в этом месяце 600 тысяч, в этом месяце 500 тысяч. Молодец, присаживайся. А когда мы посмотрим погоду с вами, я не против бизнеса. Смотрите, Сергей Ильич, я не против бизнеса. Бизнес должен зарабатывать. Но не должен... День, которые были выделены, и как они были выделены, мы с вами проехали, мы с вами это посмотрели. Я вам больше скажу, у нас есть даже тут депутаты, которые тоже оформили были ЧП, и так же самое сделали ремонт. Я вам больше дам информации, если вам это интересно. Только момент. Мы сейчас просто это говорим для людей, показать красивую картинку, или мы реально дойдем до конца. Не стоит подача, чтобы кто-то сел. Пускай идут, и пускай доделают. Они получили денег. Не для кого не секрет, что одни и те же рабочие, даже не специалисты, специалисты, наоборот, нет, чтобы наша власть дать нашим специалистам работу. Все поезжали в Польшу, в Румынию, в Венгрию на заработки. Остались те, которые даже стройки не понимают. И одни и те же люди с одного объекта кочевали в другой объект, в третий объект. И деньги так же самое не перераспределяли. Им зайдут за один объект, они своих последователей. Это все знают. Город там небольшой, и все знают, кто ремонтирует, кто что делает, кто кого. О том, что там порвался Руслан Валерьевич с прокопом, поэтому сейчас вы начинаете против этой фирмы, на которой он же, и их депутаты, дали все объекты, и сна в том числе. Вы сейчас говорите о том, что они там плохие. Мы говорили пять лет подряд. Вот для меня вопрос, как для депутата, кто это придет в ответственности, не стоит задача сесть, пускай это дело. Давайте комиссионные, есть директора, есть предприятия, давайте их вызывать. Не стоит задача, давайте их посадим, заберем у них имущество. Это их не имущество. Мы их перерываем за бюджетные деньги. Пускай идут, пускай это дело. Бюджетные средства. Я за это... Я за это больше всего... Под СНАПу... А не то, что мы сейчас... Поймите, момент еще в чем. Тут под СНАПу уж не только там потеряно, там, ну, то, что там сделали, так, не так, сейчас со стройматериалами разбираемся, да, то есть есть они, где они, где-то третьим лицам, передавались на хранение. Вот поверьте, вот сейчас тем небольшим коллективом, которым мы сейчас работаем, да, нам активно помогают и наши там коллеги, да, которые там и правоохранители, и другие работники исполкома. Ну, просто это очень колоссальная, тяжелая, скрупулезная работа. Но упущено под СНАПу другое, упущено лидерство. Я, вот знаете, как там, посмотрел там в соседних городах, там СНАП открыли, тут открыли, там открыли, а знаете, что открыли? Что спрос на это есть. А мы здесь, Покропск, еще раз, я там не хочу Мирноград обидеть, или там Доброполье, или еще что-то, это центр агломерации, который мы насчитываем. Мы презентацию, я главе нас полиции, дал презентацию на создание патрульной полиции. И мы посчитали, почти 370 тысяч населения, если мы здесь создадим батальон патрульной полиции, будет перекрываться. И это центральный город, город Покропск. Точно так же должно было быть все. СНАП, если бы заработал раньше, мы бы уже здесь бы видели развитие. Люди сюда бы ехали, за одним услугами, там оплачивали, и все остальное. Точно так же во все. Упущено время, упущены какие-то там ожидания, и вот это. Правда по стене нет. У этих начальников полиции не было бы заставление вам в полицию о таких вот недостроях и о течении бюджетных средств. Было бы такое заявление? Да нет, просто столкому. А мы с толкома написали, что это же имущество из толкома, ароматы, правильно? Было бы написано, будет одно заявление о том, что эти дострои, будут украдены бюджетные средства, и чтобы мы выехали за листами. А мы иметь в виду, ладно, с толкома? Нет, вы иметь в виду, мы направляли или нет? Нет, ну да, вы смогу, направляли в полицию? Да, я вам могу оплатформировать те материалы, которые вы уже подзнавали. Слушай, зрители, конечно, и тут, и там, да. И в безопасности украинского прокурора, то есть это полиция, это подзледственность полиции. Там есть целый ряд ИРДР. Это находится в отделе по особо тяжелым преступлениям главного средства управления Донецкой области полиции. Если уже нужно вам конкретно. Я к чему? Есть вопросы, то есть, знаете как, можно написать, кого-то обвинить на правильный. Можно еще что-то. Мы отработали, мы собрали, увидели признаки того, что может быть преступление. Мы не суд, чтобы сказать, что человек чем-то виновен. Мы собрали, все проанализировали, за подписью направили. Работа ведется. Мы за этим следим. И вот, знаете как, нет цели какой-то там, кровожадности или еще чего-то. Есть сама цель, у меня, честно вам скажу, подснапу цель и амбиция. Это, вот, чтобы стройматериалы вернули. Если они их когда-то куда-то дели, пусть они их заново покупают. Но чтобы эти стройматериалы были здесь. С ними выйти о том, что вот они сделали, то, что сделали, мы им заактуем. Если что-то переактовали, значит мы будем судиться. Выйти в ноль и быстро объявлять новый тендер. Областью выделено 21,5 миллион за то, чтобы закончить. Нам надо заканчивать. Если эти деньги в этом году не будут использованы, Область заберет, отдадут Бахмут, Мирноград, еще куда-то отдадут. Пока мы будем вошкаться здесь кусаться, это может произойти. И так по всем вопросам. Мы параллельно эту работу ведем, но мы самое главное быстро-быстро-быстро, чтобы мы сделали все остальное. Вы член этой команды. Вас привел к нам Руслан Валерьевич Требушкин, который здесь рядом с вами и думает, что он сейчас задает вопрос. Не знаю, что он стал. Вопрос. Вы сейчас говорите о том, что 5 лет были недостроены. Вы это сказали, правильно? Надо довыделять деньги. И вы сейчас говорите на то, что это же дети, надо сделать. Я сам и полностью соглашусь. Надо доделать все объекты. Только вопрос, кто за это, это бюджетные деньги, бюджет сроков давности не имеет. Понесет ответственность, какая проводится работа. Не просто, как вы знаете, написали, сказали. Потому что мы слышим, да, там, у этих проектов, вот депутат задал вопрос, если мы доделаем эти деньги, выделим, доделаем работы, будут ли они еще раз повторяться. Вопрос. Я хочу видеть акты, потому что они были предусмотрены эти работами предыдущими подрядчиками, правильно? Вы нам это не показываете. Он вас привел случай, который был инициатором, тех, кто-то, которые, во-первых, интересы кирпу. Поэтому давайте создадим депутатскую комиссию, в которую может войти любой депутат по желанию, правильно? Пройдем все вместе, проинспектируем каждый объект. Не просто вы там, швайку, швайку и ваши подчиненные с этой же командой. Сейчас смотрите, что они работали неправильно, но мы в этом будем разбираться, давайте мы увидели, мы будем работать правильно. А пять лет, что мы делали. Вы члены той же самой команды. Поэтому давайте создадим какую-то, создадим комиссию. А давайте мы с вами вот не будем делить, вот мне тоже, я не знаю, не хочется на общий загал, все город поделили. Одна есть команда, другая. А я вам хочу сказать, а я в команде еще. А вот вы там, в той, вы в той. А мы с вами в одной команде. Виномные понесут ответственность. Как посмотреть эти акты? Виномные это с вашим словом, ваши люди, которые вы виноваты. Я как депутат, давайте создадим комиссию. Эта комиссия может хватить каждый депутат по желанию. Мы войдем комиссионам, выйдем вместе с вами, создадим эти проекты, пригласим какую-то институту, дали заключение. Депутатный акт составим, все, конечно. Так я же не против. Так давайте тоже внесем на повестку дня там сессии, создадим комиссию, чтобы сначала эти объекты проспектировать все вместе, а не только вы, ваше тело. И вы сейчас будете рассказывать, если тебе рассказывать, что они сделали плохо, а мы сейчас доделаем. Хорошо. Это одна и та же, как бы одни и те же люди. Все, все, я понял. Это очень хорошо, что вы так настроены принципиально, и это нужно правильно русло кустить. Потому что это бюджетные деньги. Все. Вы очень правильно позицию такую заняли государство. Поэтому давайте вместе, пойдемте. Вы будете в этом направлении, отвечать за то, чтобы мы там где-то кого-то о чем-то не простили. Чтобы не, вот смотрите, чтобы мы не простили кого-то. Хорошо. Дефектные акты будут вывешены прозором, все смогут это увидеть, и все смогут, так сказать, понимать объем выполненных работ. Уважаемые коллеги, я хотел бы ответить на реприку Сергея Сергеевича. Вы знаете, за эти годы он научился толкать лозунги популистские, но если вернуться к истории, мы помним, что здесь присутствует депутат шахтов правления Покровская, к сожалению, тогда были у власти, и 60 или 70 миллионов гривен в день осталось на счетах, которые были не использованы, и те объекты, которые, к сожалению, нам достались, они вообще не делались и не приступали. На сегодняшний день в городе находится 16 школ, 18 садов, это каждый объект в среднем порядка 30-40 миллионов. На опорную школу, девятую, потрачено около 70 миллионов, часть из них государственных денег, часть из них денег местного бюджета, поэтому отремонтировать, как хотелось бы, сразу 20 объектов, которые являются недостроены, это просто невозможно. Поэтому была выбрана политика приоритетов, решались те задачи, на которые были деньги в местном бюджете. Ярослав Сергеевич как раз здесь и появился для того, чтобы дать по рукам и найти тех, если кто-то злоупотреблял своим положением. и если... и если... и если... и если... вы на первой сессии сидели и говорили, что повредники, депутаты, разыграли весь бюджет. А вы честный такой пришли и пушистый парк, сейчас не стыдно стоять здесь, там глаза смотрят. борт тем, что я отработал, что я сделал в городе Покове. Ну мне нечего, нечего вам поднасказать. А то, что вы с бандитами... С какими бандитами? С какими бандитами? С какими бандитами кто где слился? Вы народный депутат или вы баба, которая пришла здесь выяснять отношения? Что это вообще такое? Можно еще один вопрос задрогнуть. Приобретение метаболитового нет. С Ниной Викторовной разговаривали. Там еще есть... Много-много вопросов. У нас прошлой осенью была встреча с губернатором неоднократно. И те объекты, которые нужно было достроить, прежде всего, по моей просьбе, было выделено 50 миллионов гривен в этом году. На 21 миллион гривен. На ЦНАП. И для меня, как и для вас, непонятно, почему подрядчик вместо 23 миллионов, которые были в проектно-сметной документации, выстоял 48 или 50 миллионов, которые сегодня проверяют отдел. Для этого здесь эти ребята и находятся. Для того, чтобы разобраться. Что касается других объектов, они точно так не в полном финансировании. Если взять Добропольскую или Шоссейную, проекты стоят по 40, по 70 миллионов, а выделено по 10. Возможно выполнить дорогу, которая стоит 40 или 60 миллионов, если выделено по 10? Нет. 20 миллионов выделено. Выделено на самые разбитые участки дорог, потому что ездить невозможно. И нет смысла их латать. Поэтому выделено частично. Я хочу сказать, что когда мы пришли, у нас весь город Покровск был такой, как улица Шмидта сегодня. Это была ваша работа и ваших коллег-депутатов. Поэтому вы, пожалуйста, верните память, подвините видео. Подведите 70 миллионов в ривен осталось на счетах не от мамы. И когда вы сегодня говорите, что вы выделили деньги не все, а ту стену сделали, а полстены не доделали. Это все ваши отношения к работе. Не надо заниматься здесь популизмом. Что вы не делали в городе. Дайте договорить специалисту. Уважаемые коллеги, много накопилось удачей разногласий, и всего. Давайте так, давайте проработаю. Я вас прошу. Я не политик, никуда туда не стремился. Можно сколько угодно. Наверное, много бед в нашей стране именно из-за этого. Давайте о делах. Есть потребность в медицине. Вот обратилась к нам Валентина Андреевна с предложением профинансировать то, что у нас, ну на самом деле, это уже такое там, кричаще необходимо. Мы переговорили и с Ниной Викторовной. Есть у нас тоже еще потребность там эхокардиографии, потому что если не купим, то мы потеряем там специалистам в кардиологическом направлении. Но это уже там более двух миллионов. Поэтому давайте обсудим то, на что мы сейчас средства нашли. Это предложение наших медиков. Пожалуйста, презентацию. Я думаю, что как раз Валентина Андреевна и озвучит. Пожалуйста, займите мое место, пройдитесь по позициям. Вы не готовились, но я думаю, вы готовы должны быть всегда. Меня ночью подними, я знаю, сколько бюджет развития, сколько бюджет расходов. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Ярослав Сергеевич, да, за такой... Да, ну, если можно. Завтра уйти, да? Ярослав Сергеевич, ну, последующего года, если можно, там претензионная работа ведется вообще или нет? Обязательно. Все начинается с претензионной работы. Согласно договору с НСЗУ, есть у нас приоритетные пакеты. В приоритетном пакете оплата идет за каждого обратившегося пациента. И если у нас не будет оборудования, мы, естественно, не сможем заработать дополнительно деньги. Один из приоритетных пакетов это гистероскопия. Гистероскоп это аппарат, который позволяет проводить малые гинекологические операции. И вы увидите, сколько мы можем приблизительно заработать за месяц, да? Да. За месяц мы сможем заработать ориентировочно 157 248 гривен. Поэтому очень нам нужен этот аппарат. Это приоритет, прежде всего. Да, это приоритет. Я вам сейчас объясню. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что когда мы заходим в полость матки, мы сразу можем поставить диагноз онкопроцесс или доброкачественный процесс. Поэтому это очень важное оборудование. Сейчас гинекологи работают вслепую. Они варварским методом проводят диагностическое выскабливание, не видя, что происходит в полости матки. Гистероскоп позволяет под контролем зрения зайти, увидеть и правильно удалить процесс, и правильно поставить диагноз. Так работают уже больше 10 лет все клиники. и мы отстаем. Поэтому это важно. Это очень важное оборудование для нас. Это очень приоритет. Видеобронхоскоп. Сколько у нас тоже патологий бронхолегочной. И поэтому, проводя это исследование, ранее выявление онкопроцессов тоже очень важно. Одна послуга оплачивается НСЗУ 968 гривен. И оборудование необходимо, пакет уже подписан, и нам надо проводить эти исследования. И есть врачи, которым даже не надо проходить уже обучение. Есть люди готовые сразу работать. Будет оборудование, и мы сразу начинаем работать. колоноскопия. Колоноскоп сам у нас есть, но у нас нет видеосистемы. НСЗУ не оплачивает, если нет видеофиксации. Поэтому видеосистема позволит нам правильно подавать информацию в НСЗУ, и мы тоже сможем зарабатывать одна послуга 943 гривны. Но подсчитано в месяц сейчас сколько проводится исследований без видеосистемы, поэтому ориентировочно за месяц вы видите сумму, которую мы можем заработать. То есть исследование проводится, но оно нам не будет оплачиваться. Видеосистема обязательно нужна. Лаборатория тоже есть условия НСЗУ, и если у нас не будет лаборатории, сейчас лаборатория, да, если у нас не будет лаборатории, то у нас просто будет закрыто несколько пакетов, НСЗУ тоже не будет нам оплачивать. Поэтому обязательно, чтобы поставить качественный, правильный диагноз, нам необходимо новое современное лабораторное оборудование. Так, что тут еще? Нужный вопрос. Момограф. 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 Нам же предоставление этой услуги бесплатно. Да, предоставление этой услуги будет НСЗУ компенсировать нам сюда. Мы дали национальную службу и нам оплатили. А пока этого оборудования нет, они не будут с нами договора заключать. Ничего не будут платить нам. И маммография то же самое. У нас есть рентгенаппарат, цифрового у нас нет аппарата. И если мы проводим исследование, то это исследование не будет оплачиваться НСЗУ со следующего месяца. Как раз благодаря тогда если не будет цифрового, мы вынуждены будем поставить как платное слово. А так это будет бесплатно. Риторику здесь конечно устраивает, что в приоритете все это нужно, безусловно. Но эхо-кардиограф, о нем я говорю три года. Это просто недопустимо, чтобы наше кардиоотделение, но так я не вижу эхо, прежде всего эхо. Потом обязательно у нас самая высокая заболеваемость рак груди у женщин, маммограф цифровой. Обязательно, да, обязательно. Там есть еще, я уже не говорю об остальном, для поддержания жизнедеятельности родившихся ребенка, ШВЛ, по-моему, аппарат, это перинатальный центр. Иван Иванович об этом говорит. Он тоже есть, тоже заложили. Заложили, да? Мы ваши письма видели, я читал. Хорошо. Мы заложили, но тут вопрос какой, один только эхо-кардиограф стоит более двух миллионов. Поэтому мы его, пожалуйста, мы сейчас поработаем финансами, мы найдем средства и предложим вам чуть позже, если вы поддержите, депутаты приобрести. И клюлограф, там у нас уже это прошлый век тоже нужно, потому что высокая заболеваемость, туберкулез и так далее. Надо все-таки собраться не здесь риторику устраивать, а все-таки еще раз обговорить, что нам нужно прежде всего. Уважаемые коллеги, все вы знаете, что у нас работает новый советник городского главы по как раз медицинской реформе, по медицинским вопросам. Его пригласили к нам в больницу именно для того, чтобы он мог непосредственно работая с депутатами, работая с врачами, руководителями отделений, подобрать то оборудование, которое необходимо. Эта работа началась несколько месяцев назад. Все то оборудование, которое будет востребовано нашими медиками, оно будет после того, как найден финансовый ресурс, оно будет приобретено. К сожалению, все мы знаем, что в больнице у нас на протяжении нескольких лет больница постоянно находится в выяснении каких-то отношений. У нас кого-то уволили, кого-то восстановили и постоянно идут какие-то разборки. И решить вопрос, однозначно не получается. К сожалению, даже то оборудование, которое иногда заказывается, может не имеет такой влажности. Поэтому специально взяли помощника для того, чтобы он помог разобраться, встретиться со всеми замами отделений и выбрать именно то оборудование, чтобы можно было выставить на тендер и по минимальной цене приобрести с тем качеством, которое будет необходимо. в оборудование, в оборудование, в оборудование, Нет, только вы. Все, спасибо. Инна Валерьевна Кересова, ваш вопрос, пожалуйста. Бюджета программы социально-экономичного розвитка предпочитает изменения и дополнения за расход на площадь Державного областного и местного бюджета больше на 45 млн грн. На галу социальный заход, физическая культура и спорт спрямовывается 2,9 млн грн. 2,5 млн грн. областная субвенция на материальную допомогу особам, которые при народжении детей имели право на покунах малюка. 300 тыс. грн. премиювание працанников территориального центра, которые безусловно надают социальные услуги за местом проживания их отрывов на период дии карантина. 172,9 тыс. грн. организация громадских робот для детей на час каникул. На житлово-комунальном галузе 1,7 млн грн. 590 тыс. грн. заплановано на придбание квартир для внутрішньоперемещенных оси. Софинансирование с областного бюджета 2,2 млн грн. 750 тыс. грн. областная субвенция для придбания квартир для детей сири. На галузь охороны здоровья спрямовывается 5,6 млн грн. 643,6 тыс. грн. премиювание працанников медицинских закладов до дня медичного працанника. Офинансирование 5 млн грн. ранее до повели на придбание медичного оплаты. На галузь освита спрямовывается 3,3 млн грн. 2,4 млн грн. на забезпечение якісної, сучасної та доступної освіти новоукраинская школа. Кошти державного бюджету 1,653 млн грн. 709 тыс. грн. кошти місцевого бюджета. 582 тыс. на проведение медичных обглядов працанников дошкільных та шкільных медичных закладов. 378 тыс. на реализацию заходов программи «Безпечное место». А саме придбание сучасных домофонов тривожных кнопок с обслугованием для закладов дошкільной и шкільной освіти. Кроме того, спрямовывается 29 млн грн. на придбание проектов и завершение ремонтных работ у 12 закладах дошкільной и шкільной освіти и спортивных закладах. А саме работа из утепления фасадов, ремонтных домов, внутренние ремонты. ФОК Родинский, ремонт подвального примещения Южный 10, музичная школа имени Альянтовича, ЗОЖ-15, ЗОЖ-36, ЗОЖ-14, ДНЗ-43, ДНЗ-8, ЗОЖ-33, ДНЗ-11, ДНЗ-4, ДНЗ-15. Также замены до бюджета. Предбачает поддержку КП «Покрос тепломережа» у размере 1,5 млн грн. на выплату податков. Міського відділу полиції ремонт даху 500 тыс. грн., придбання ПММ для відділу полиції 200 тыс. грн. и казначейские службы, ремонт даку, 150 тысяч гривен. Обратите внимание, пожалуйста, в Азурный дом номер 45, квартира 17, которая принадлежит Покровскому городскому совету, где живет Перезилов Дмитрий, активист этой команды и публики, на квартиру как раз можно отдать. Ребенку или переселиться, и эти деньги можно какие-то сэкономить. Она там, кажется, двухкомнатная, не буду врать, не знаю. Но это наша городская квартира, которую мы так же самое можем передать любой из этих категорий. Вот человек кто-то там проживает, и кто за нее не оплачивает, а мы выделяем бюджетные деньги. Олег Гарриевич, запишите? Вопрос на комиссию. Воздуже на 45, 17. Вопрос будет вынесен на комиссию. Это как раз квартира стоит на учете, вопрос городского совета на балансе. Поэтому живут непонятно кто, а мы выделяем деньги для детей. Есть еще вопросы? Да, есть. Смотрите, 2 миллиона 400 тысяч гривен. Это, я так понимаю, компенсация за беби-боксы, да? Или что это? Это компенсация за предыдущие годы? Да, да. 18-й год. Понял. Дальше. Применювание працівників Территориального центра социального обслуговования. Сколько працівників? Все працівники 100%. Ну все это сколько? Ну я не знаю, Борисович, это 3 месяца полное применение всех працівників. Дерцентр 100% размер. От оклада? От оклада, да. Потом, видела свиты, проведення материчних оглядів працівників дошкільних начальних заходів. Це що? ПЛР-тест или що це? Нет, це обичний медосмотр для заходів дошкільного третина. Просто раніше я там плачивала, ну це було безоплатно, а нынче на це треба вважати деньги місцевого обслуговання. Потом, управління капітального будівництва, 29 млн, а мы вважали, да? Ну вот, я предлагаю. Нет, просто вы, я спрашиваю, вважаю на проєктную документацию, це завершення будівельних робітів. Да. Скільки із цих сумм на кожний об'єкт буде введено на проєктну технічку документацию? Скільки ви планируєте? Ну це вважається, вважається все ДБНами, є норма определенная, і зараз просто... Я розуміюю, просто у нас проєктно-проєктно-документации за последні 5 років накопилось столько, що ми не перестроєм це за последнією 100 років. Ну на цих об'єктів є документация, щоб завершити? Ну я ж смотрел, що були проєктно-документации. Наличі були на те, які вже завершили, в собственності городського сівету цих проєктів немає. Ні договору на них не оплатить, ні собственні. Двенадцять об'єктів, да? На нове строительство. На нове строительство. На тату, яку треба закінчити. На них наличі проєктів немає. Подождіть, ну от цих 12 об'єктів немає проєктів, так, і ви будете закачувати їх по новому? Заключайте договору проєктно-документации не було. По-моему, в объектах, в принципе, не было проектов. Подождите, я бы слышали только что обратное, что были проекты, по ним выполнялся ход выполнения работ, его не доделали, сейчас будет дефектовка. На часть, часть работы, на то, которое было заключено договор, надеялось. Вы можете выписать, я понимаю, вы составлением данного таблицы, вы можете выписать, сколько на каждый объект отдельно, на проектную сметную документацию, отдельно на выполнение работы. Вы понимаете, вы совместили то, что совмещать нельзя. Вы можете 5 миллионов, 4 миллиона потратить на проектную сметную документацию. Для этого дороги, не будут приобретать договоров, для этого будут объявлены торги. Сколько вы планируете выделить, я понимаю. 3, 5, 7, 10 процентов, 50, 90. Ну, порядка 50 тысяч стоит стоимость, но на дороги. Просто мы видели здесь за время работы такие проекты, миллионные, которые стоили больших денег. Поэтому у нас вопрос, тут может быть, там мы уже ничему не удивляемся, поверьте. Все будет на Прозоро. Вверх на Прозоро будет выложено задание на проектирование. Вы сразу увидите, что будет делаться на объекте. Для того, чтобы зашел проектировщик, будет вывешено задание на проектирование. Впоследствии готовый объект полностью будет вывешиваться, кроме ценно-материально-технические ресурсы, на Прозоро. Вы будете тоже это видеть, какие работы планируется делать. Более того, я обещаю, что будет опубликована договорная цена с полной стоимостью планируемого выполненных работ. Чтобы все видели, по каким ценам и что конкретно собираются сделать по каждому виду работы. По кроссе тепломережа, миллион четыреста тысяч. Там есть вроде задолженность по зарплате у людей. Зарплаты пока нет, но на доходы налога. В результате чего она образовалась? За какой-то период? Последние два месяца. Последние два месяца. То есть, грубо говоря, наши пакетные мережи, нема за что платить? Совершенно верно. А в результате чего? До получения от... Ну, это уже больше, наверное, просьба начальника пригласить. А, ну, нормально. Пригласите, пожалуйста, сессию. Мы с радостью у него спросим. И последний вопрос. Ремонт будильника значительства. На прошлой сессии он, опять же, не прошел. Мы его вынесли в отдельный вопрос. Не поддержали. Какие работы будут входить? Ну, самоверие 150 тысяч, это не такой уж колоссальный большой ремонт. Для нас сейчас, во время пандемии, недополучения бюджета, это очень большие деньги. Но вы сейчас не пришли, там, кому-то в частном плане отремонтировали крышу. Это служба города. Я понимаю. В прошлый раз были вопросы. Я вас прекрасно понимаю. В прошлый раз депутаты не поддержали этот вопрос. Почему не поддержали? Я его просто выношу. Ну, второй раз не поддержит, значит, не поддержит. Ну, я... Это служба. Мы все работаем, мы работаем глотно и на голову течет. Да, хотел по казначейству добавить такую информацию. Дело в том, что на протяжении последних четырех лет, когда мы работали с нашим казначейством, зачастую казначейство оставалось и в ночь, и работало в две смены, когда необходимо городу было выполнить работы с финансированием, которые были связаны с финансированием наших объектов. Можно легко посмотреть, поднять, когда финансировались поля из государственного бюджета 50 на 50, с местного бюджета достраивались в следующем году, как сегодня, площадки. Поэтому работники казначейства, которые там находятся зачастую круглосуточно, когда необходимо производить работу, когда обращаются в город, я считаю, что это нужно поддержать. Потому что действительно люди, которые находятся ненормированное количество времени на работе, они должны работать в комфорте. И что касается финансирования наших объектов, действительно, вы знаете, удивляет короткая память некоторых здесь присутствующих депутатов. Три года назад у нас должны были финансироваться объекты по ЕИМ, Европейский инвестиционный банк. Так вот, некоторыми здесь присутствующими депутатами, ЕИМ, подконтрольными СМИ, было заблокировано финансирование на уровне Европейского инвестиционного банка. И только после того, как сменилось преступное руководство страны, предыдущее, и нет тех замов-губернаторов, которые выполняли чьи-то преступные наказы, сегодня разблокировали. И, кстати, Родинскую школу, Сергей Сергеевич, как бы вы ни хотели, а ее начнут строить и для жителей, и для детей Родинского, восьмую школу, как бы ни убирались, ее все равно сделают на протяжении 4-х лет. Вы понимали, что Родинские депутаты провозрали в полном составе за ремонт этой школы. Как бы вы этого ни хотели, как бы вы ни пытались сделать документы. Что касается преступного, как вы говорите, какого-то момента, так это вы поддерживали ту преступную власть, как вы сами сказали, и общались с теми же сами руководителями, как и мы все. Потому что, на самом деле, руководители были, есть и будут, правильно? И вы, как орган в этом власти, вы им подчиняетесь области, вы им подотчетны. С другой стороны, вы только что видели вашу работу, которую показали. Эти фотографии, думаю, видели ЕПР, которые выделяли деньги, и как раз они не захотели работать так, как вы здесь разворовываете. А что касается казначейства, как раз вы правы, они сидели ночью, подписывая ваши акты ночные, выполненных работ, за которые перечисляли бюджетные деньги, а результат работы мы аж видим. А у меня еще к вам тогда вопрос. Мы выделяли бюджетные деньги, просто юрист Прутовская запишет, и вот Александр как раз Владимирович сидит. Выделяли бюджетные деньги на покупку квартиры для полиции. Было у нас куплено южный номер один. Потом она как-то стала частной, ее приватизировали. Мы опять говорим о детях, мы говорим о переселенцах, помогать надо. Мы покупаем работникам полиции квартиру. Это надо, потому что тоже есть переселенцы, надо поддержать работников полиции. Потом как-то за бюджетные деньги она приватизировалась. Вопрос, как такое может быть? Квартира куплена за бюджетные деньги. Теперь нам вам на баланс, правильно? Ну вам, чтобы ваши сотрудники пользовались. Как ее могли приватизировать? Это как раз преступному режиму, вот рядом стоит народный депутат, рассказывает всем порядочности. Помогать надо, условия два тяжелые надо. Вот юрист, он записывает адрес? Нет. Южный один. Квартира куплена за бюджетные деньги. Мы сейчас выделяем на детей. Он сейчас тут будет нам всем рассказывать, как он честный. Мы тут ваш увидели, как Ярослав Сергеевич показывал ваш результат работы. Все объекты, которые были начаты, реконструкция в городе Покровске, они изначально не были профинансированы на 100%. Поэтому те объекты, которые были начаты, строки, они не были полностью профинансированы. Сегодня они будут профинансированы в полном объеме, поэтому будут закончены. Вот и все. И на эти объекты, которые здесь сегодня видели, на них не было сделано проектно-сметной документации на капитальный ремонт. Она была сделана только в той части, в которой была сумма финансирования. Был миллион, делали проектно-сметную документацию на миллион. Было два миллиона, делали на два миллиона. Поэтому то, что вы говорите, это просто ваша фантазия. То, что касается комплексных объектов, там, где были суммы 30, 40, 50 миллионов, к сожалению, они были заблокированы вашими друзьями, вашими друзьями и коллегами. У меня много друзей привода назад, это я выгляну в окно. Вы вместе с сотрудниками из БУ. Руслан Валерьевич, дайте, пожалуйста, поработать депутатом. Мы час ждали, а теперь мы час ждем, пока вы выступите. Перечислить по объектам? Нет, пожалуйста, какие позиции и все ли школы вошли в эту программу? Или отдельно там для каких-то школ, у кого нет этого компьютера? Это 2,4 миллиона на обеспечивание ягодственность у частных, это доступно в свете, да? Да, готово. Это программа для начальных классов. Я, насколько понимаю, к концу года практически все уже будут классы снабжены этой программой. Останутся несколько классов, которые на следующий год за счет экономии будут. Ну, можно сказать, на начало следующего года эта программа будет работать у всех начальных классов. Это нового украинского школы. Да, да, нового украинского школы. Да, да. Еще вопросы есть? Спасибо. Так, следующий вопрос. Уважаемые депутаты, согласно обращении городской благотворительной организации, Центра занятости и коммунальных предприятий города, проект решения предусматривает предоставление львоты в размере 100% на налог на недвижимое имущество, отлично от земельного участка, для коммунальных предприятий и благотворительных организаций, а также на земельный налог для коммунальных предприятий, благотворительных организаций и Центра занятости. Это решение, можно сказать, что оно и традиционным, каждый год принимается. Поэтому, если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо. Нет вопросов? Нет. Мирикова, спасибо. Пятый вопрос. Расскажите, господи Николаевич, врачный бизнес. Шестой вопрос. Смотрите, у Зяску с кадром измененного вопроса не не стоит ради, пропонент с одной из теклины в складе постельных депутатских комиссий. У каждого из вас есть на руках эти предложения и комиссии, где произошли изменения. Да, пожалуйста. Вы можете предоставить протоколы комиссии, где были избраны председатели комиссии, заместители, или просто одного вычеркнули и вписали фамилию? Вы можете выносить этот вопрос. Вы выносите этот вопрос. То есть я так понимаю, что заседали комиссии, они провели в Ужгоры, было бы сегретаря, жили комиссии и предоставили протоколы замены. Или это, как я уже сказала, вычеркнули? Нет, это пока предлагаем, да. С таким предложением на комиссию мы будем рассматривать. На комиссии, да, подсказывается, на законности, осмотрели и в основном предложении. Так это должны были не на каждой комиссии? Не на законности. На каждой комиссии должны были провести выборы. Проводилось это? У вас по комиссии не было ничего. Нет, только по законности было. По законности, да. Начал вопрос. Спасибо. Это следующий вопрос, начальством Семенчкова Натальи Анатольевны. Предлагаем, когда шестой вопрос нет, как с повестки провести процедуру, как она положена. Проектом решения предусмотрено следующее изменение в структуре городского совета. Предлагается дополнительно обнести штатную единицу рады Камильского голубы, который планируется для проведения работ по децентрализации, формированию АТЛЕ. Все знают, что уже подписан документ и сформирован состав будущей объединенной громады. Для ведения этой работы, для координации работы требуется дополнительная штатная единица рады Камильского голубы. Документ кадровых отделов в том, что электронные документы в данном случае не всегда приемлемы. Уменьшение бумажной работы, по-прочему говоря, не предусматривается, а электронное для облегчения и упрощения работы документа оборота и бухгалтерии, и прочих-прочих много плюсов предусматривает увеличение объема работы. Следующее предусматривается увеличение отделения. У нас было раньше отдел, назывался видеоиспытание информативное, это внутренние политики Минской Рады, в которые в состав входили еще и, проще если сказать, то системные администраторы и наладчики техники. В данный момент предусматривается создание отдельного сектора информационных технологий и автоматизированных систем Минской Рады, в количестве три штатные одиницы за сектором голодных специалистов и операторов. И так же до сектора пресс-служба, в отделе, про который я уже говорила, предлагается додать штатную одиницу специалистов первых категорий в пресс-центр. В отделе будет заниматься лишь информационной и внутренней политикой. Но в створенном секторе заниматься информационными технологиями и автоматизированными системами. Ці зміни пропонуются не за рахунок збільшения штатных одиниц, не за рахунок лише збільшения, пропонуются зменшити кількість штатных одиниц в агентстве розвитку громады, зростання кількості працівників не плануется. Ну, саме так, посилюється пресс-служба и посилюється информационные технологии, забезпечення информационных технологий в Містераде. Все в мене. Скільки у нас сьогоднішній день в пресс-центрі специалістів є? Пресс-центр у нас сейчас состоит из завсектора специалістів первой категории. Добавиться один специалист, і буде три членка в пресс-центрі. Для чого вообще? Какая будет обязанності? Обязанності те же об'єму увеличиваються. Работа с населением, освіщення деятельності Нарківського совета. Можливо, я розумію, що буде вискати, є заповнення цього сайта. І заповнення, в тому числі, ну, якби, тут не до границів. Чем більше буде освіщена деятельність, чим більше буде зв'язки і обратно, в тому числі, з населением, тільки от цього наш город виїхає. Якщо чесно, я, як депутат, я взагалі віжу логіку в цьому розбувати штат. Це ж по громадам, по ОТГ. Це ви к виборам готовітеся вже команди в своїй, чи к чому це ви робите? Ви слабо царазі. Якщо іниціатором, який не злов'я, люди були розбросили по разному відділю, те випроси, які там здававалися канал КАПР, вони, по-возрі мене, були непонятні, хто вас відчувається? Якщо чесно, мені віде 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 віде, з чим ви займаєтесь, як заморозково головне, що будуть ваші об'язанності? Я вас, я вас, я вас, даже ваші роботи ми не віде, але що ви робите, не зрозуміло. А ви ще берете штат, роздуєте. Скільки у нас, говорите, там, сокращення по центру розвиття? Агенту розвитку громады? Агенту, скільки там було сотрудників? Я не могу сказати. Скільки було сотрудників? Я отвечаю, ну, во що віде. Раздування штатів не відбувається, просто щас оптимізується робота, не більше ніж люди, які знаходилися в разных отделах, вони зараз проводять, потім на програмі. Буде інформаційне розвиття, агентство розвитку громады буде зробити своїми вопросами. Ми спрошуємо, що буде добавлення, буде сокращення центру розвиття. Скільки було сотрудників на центру розвиття? То сокращення буде? У нас центру розвиття не спрашиває. У нас центру розвиття не було. А 1-2 розвиття? А 1-2 розвиття? 1-2 розвиття. На сьогоднішній день їх буде 4 человеки. А скільки ви чекаєте? Вопрос не в тому. Є організація агентства розвитку громади і є міська рада, яка пропонує працівників агентства розвитку громади забрати свої відділи. Зміни, сумарної зміни працівників не буде, не відбудеться. Відбудеться лише переміщення спеціалістів агентства розвитку громади до міської ради, які будуть виконувати ці зоксал-даняги, я вам сказала. Т.е. единицю ви не прибавляєте? Це дислокация внутрі? Так. Агентство впраздняється? Не повністю. Переходять люди, які будуть займатися в пресс-центрі, в спектр інформативної технології, так, в тому статувані системи, туди перейде наш співробітник, перейде співробітник з агентства розвитку громади і загального росту зростання чисельності не відбудеться. У штат єдиниця встануться в вакансі. Ні, там вони уміншаться, тут вони доверяться. Буде переможено людям, займати ці вакансії. Є січні питання? Ні? Спасибо. Наталя Матогрівна. Аксана Юрійовна Юрійовна Юрійовна. Дякую. Добре день, шановні і присутні, до вашої уваги проєкт рішення зроблення змін до рішення міської ради від 1 червня цього року про заступника міського голови Федорова Сергія Володимировича. Зміни пункту 2 в частині зменшення відсотків преміювання. Він сам вічно виступив з ініціативою Сибіону? Ні. Ми переводимо у відповідність зараз на плату заступників. Зменшення відбувається в тому, що на період встановлення розрахунку премії не була врахована служба в армії. А коли ми почали його оформлювати і він подав документи, то з'ясувалося, що в службах в армії за рахунок служби збільшується вислуха років. Тобто зменшується розмір премії. На заробітну плату це ніяк не пов'язує. Ви справилися, що ми мали міжнаєння, так? Так. І скільки тільки в нас стало? Було 45, стало 30. Було 45, стало 30. Дякую. 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 сложилось. Я очень люблю спорт и, наверное, не перестану его любить. У нас это территория нашего парка юбилей. На сегодняшний день мы говорим своими именами, и я это буду всегда говорить. Эти два мультфункциональные поля вверху, игровые. Это была заслуга Руслана Валерьевича, что их в городе три. В отличие от всех городов, где по одному, где вообще нет. Это как есть. И их два в парке юбилей. Вот ниже площадку, которую вы видите, это площадка, о которой мы сейчас будем говорить. Когда-то там стояли старые тренажеры, которые технически и морально устарели. Пообщавшись с жителями микрорайонов Евгений, Иванович Костенников тоже подтвердит, очень была большая потребность, чтобы мы в парке юбилейном уже, если делали зону локации, так уже сделали зону локации полную. Где каждый житель города, независимо от возрастной категории, может прийти и заняться как игровыми виде спортами на мультифункциональных, так и силовыми. Здесь же на этой площадке, которую мы вам сейчас внизу предлагаем, построить у нас в парке дополнительно к двум мультивациональным полям. Это третью многофункциональную силовую площадку, которая будет себя включать теннис настольный, армрестлинг, системы воркаутов, системы для занятия фитнес женщинами и девушками и новая, которой аналогов нет вообще в Донецкой области, это система силовых тренажеров, называется она «Перенос спортивного зала на улице». То есть мы хотим сделать большую многофункциональную площадку, которую можно будет использовать в различных направлениях. Что это нам даст? Это даст нам привлечение жителей нашего города парковую зону для занятий спортивными видами спорта, для проведения еженедельных спортивных ивентов к этой семье, в которой будут и мамы, родители, взрослые и те же самые ветераны. Эта площадка разработана, специализирована. Это не просто площадка, которая будет расположена на зеленой какой-то травке, на зоне. Это специализированное полиуретановое покрытие, система отвода воды, антивандальное оборудование. Я повторюсь, что аналогов в Донецкой области такого еще нет. Таких силовых тренажеров не ставили нигде. Поэтому мы вам предлагаем, и это решение будет звучать, о том, что делегировать полномочия управлению спорта, заняться непосредственно заказом и разработкой проектов под эту многофункциональную площадку. Почему так? Потому что и руководство города поддерживает, это моя идея, и я думаю, что и поддерживает, что каждый специалист должен заниматься своим направлением. То есть, если это касательно спорта, то я думаю, что спортивное управление должно заниматься именно проектированием и наполнением самой составляющей этой площадки. Вот эта площадка стоит в планах, это план, который был поставлен народным депутатом и Хатнянским и Рознамом Сергеевичем, до дня города ее построить, ввести в эксплуатацию, чтобы жители нашего города знали, что в парке, который вновь на Алене, есть зона спортивной локации, куда могут приходить и заниматься любыми видами спорта. Без локации где? Это там, где теннисный корт? Вот прям как она есть, вот это два мультфункциональных поля, рядышком есть неосвоенная территория, где ранее стояли тренажеры старые, устарелые турники там, и сейчас есть старый, ну, поломанный стол. Старые тренажеры были выбраны, и на этом месте как раз предусмотрена новая полиуретановая современная площадка, которой, я думаю, мы сможем гордиться на ближайшие десятки лет. Делать мы ее будем, это не те тренажеры, как мы видели по всем у нас улицам, стоят и паркам, это просто тренажеры для общей физической подготовки, а это специализированная площадка, на которой можно будет проводить и всевозможные соревнования, спортивные венты. Почему еще такая идея возникла? И мы ее запустили в первую Донецкую область, потому что в силу коронавирусной ситуации, да, у нас люди не могли посещать спортивные залы, и возникла большая потребность выходить на улицы, заниматься спортом на улице. То есть это спортивные залы на улице. Это, используя сейчас такую практику, это бывшие страны СНГ, она у них очень сильно прогрессирует. Вот и мы хотим сегодня быть первопроходцами в Донецкой области, в нашем Покровске, построить вот такую площадку для жителей нашего города. Конечно, занимайтесь. Сколько людей, я помню, как только строились эти площадки, сколько людей просили там сделать эти тренажеры. Наконец-то дождались, я не знаю, а к какому числу, примерно, планируете вот это вот запустить? Мы хотели ее сделать до 29 августа. До дня года. Так это вообще прекрасно. Сейчас будем прилагать все усилия, чтобы это сделать. Пожалуйста, делайте, делайте, я делегирую вам полномочия, только сделайте это. А там турнички будут, потому что позвоночники сегодня... Система воркаута, система кросс-фита для женщин, непосредственно именно для молодых или летних, именно для женщин, это гетер-экстензия, это обратные повороты-развороты. Это не только позвоночники нужно, понятно, да? Да, большая, это функциональная система, у нас таких нет. Однозначно, да. И расстояние между ними. Соблюдено расстояние с учетом коронавирусной ситуации, здесь будет дистанция между ними, это минимум 2 метра, ну, то есть она будет красивая. Еще, еще вопрос, вот, а, с этой стороны я знаю, с этой деревья есть, а вот с этой деревья будут или нет? Да, там предусматривается высадка новых, там есть 8 аварийно-отпасных деревьев, которые уже ранее обрезались, остались одни столбы, но они уже как бы старенькие, там будет удаление 8 деревьев и подсадка нового молока. Боготанал посадят, у них опыт есть. И учесть тот момент, что жителей города Покровске действительно очень много занимается спортом сегодня, спорт в городе развивается, это очень здорово. А о бассейне вы думаете, есть такая мысль? Я знаю, в проекте областном городе. Скажите, да или нет? Да, конечно. Я плаваю, в Курахово езжу, и я вам скажу, ладно, я скажу вам, идеи на сегодняшний день рассматриваются, ведутся переговоры. Не раскрывайте нам все ваши секреты. Сюда не все пойдут, а бассейн и для всех групп возрастных. Давайте на чем хотя бы постепенно, да. Не все сразу, а ну да. И бассейн и бассейн. Да, уже десятилетия, можно было бы. Ну, что же делать. Спасибо, Василий Александрович. Так, следующий вопрос у нас Елена Николаевна, Шевец, пожалуйста. Добрый день, уважаемые депутаты. Предлагается первый проект решения про принятие меморандума про спецпрацию Межпокровского Минской Рады и Донецкой области. Это Державная установка у фонда энергоэффективности. Этот меморандум инициирован был фондом энергоэффективности для того, чтобы город Покровск стал одной из целевой громадой, куда будут направляться специальные предложения, программы, анонсирования, работа с ОСББ по работе с фондом энергоэффективности, привлечение, вхождение в программу энергодома и развитие жилого фонда нашего города. На бюджет это никаким образом не влияет, потому что это меморандум про спецпрацию, про взаимодействие, обмен информацией, взаимодействие информативного характера. А что это за фонд, простите? Что это за фонд энергоэффективности? Державная установка фонд энергоэффективности. А когда он у нас появился? Он появился, он был всегда. Он раньше был про Державном агентстве энергоэффективности, в состав ходил, а сейчас этот фонд является как отдельная Державная установка, которая привлекает иностранные инвестиции для модернизации, тепломодернизации жилого фонда ОСББ или ЖБК. Вы уже привлекли какие-нибудь инвестиции или только вы намечаете? Смотрите, у нас на сегодняшний день 5 ОСББ готовы вступить в программу энергодома. И уже мы взаимодействуем с фондом энергоэффективности. В феврале месяце они приезжали, анонсировали, работают с этими 5 ОСББ, чтобы сделать капитальную тепломодернизацию пяти домов на микрорайоне Шахтерском. А на Родинской это можно сделать? Можно сделать на Родинской, только нужна воля главы ОСББ. Ну есть такая воля, есть у нас ОСББ, которые хотят утиплить дом. Это прекрасно. Ну и так теперь, а финансирование как будет происходить? Там есть целые два пакета, про которые я могу отдельно рассказать. Это сейчас не вопрос меморандума. Энергодом, он работает, это программа, когда ОСББ обращается в фонд энергоэффективности и получает до 70 процентов возмещения на вот эти вот капитальные затраты. Елена Николаевна ведется работа с этими зловыми ОСББ, да? О том, что они знают, что есть такие программы, они участвуют? Ежеквартально мы проводим работу, и фонд энергоэффективности нам информационно помогают материалам. Мы приглашаем постоянно к нам приезжают специалисты иностранных инвесторов, которые рассказывают про преимущества, которые рассказывают механизмы, схемы работы, какие шаги нужно сделать. Мы в свою очередь работаем с ОСББ как консультативный орган, к нам всегда обращаются, мы разъясняем, что нужно делать. И этот меморандум нам даст больше в городе проводить общественных мероприятий, масштабных мероприятий, не просто кусковых, там с одним ОСББ, с другим поработать, а масштабно, да, проводить даже какие-то промо-акции. Плюс мы будем целевой громадой какие-то спецпредложения, фонды энергоэффективности готов направлять на целевые громады, которые готовы, ну которые подпишут меморандум и готовы там сотрудничать, потому что нужен постоянный обмен информацией, там, о состоянии жилого фонда, о количестве ОСББ, ну много такой разной информации. Есть еще вопросы? Да, вопросы, да. И программа. Значит, предлагается, мы пересмотрели нашу действующую программу «Виджкодувание» вот витсотковых ставок за теплыми кредитами, да, и мы ее хотим привести в соответствие уже действующих программ, не только теплых кредитов этого рядового программа, а и программа «Энергодом» фонда энергоэффективности. Что сегодня у нас есть? По программе сегодня ОСББ или физлицо может взять кредит до 50 тысяч гривен на тепломодернизацию, в банке «Держава» возмещает от 20 до 40 процентов в зависимости того, кто берет кредит, и «Места Рада» полностью погашает проценты по кредиту, если заемщик к нам обращается. Что предлагаем мы? Мы предлагаем нашу программу расширить на две программы. Также остается программа «Теплых кредитов», еще появляется программа «Энергодом» фонда энергоэффективности. 27 числа. То есть так будет теперь работать программа «Теплых кредитов». Заемщик берет те же 50 тысяч, потому что это условия державы. Держава возмещает те же самые от 20 до 40 процентов тела кредита, а мы совместно с облдержадминистрацией погашаем проценты по кредиту. Что нам это дает? Нам это дает сэкономить местные средства за счет того, что мы получаем субвенции 10 процентов от ставки кредита с облгосадминистрации. Таким образом, мы можем больше возмещать тех кредитов, которые будут брать ОСББ или ЖБТРА. И вторая схема – это фонды энергоэффективности. Заемщик берет, смотрите, обращаю ваше внимание, что программа «Энергодом» увеличивает возможности. можно взять кредит до 8 миллионов, то есть на капитальную энергомодернизацию многоквартирного дома. И фонд готов возмещать от 40 до 70 процентов кредита. Все проценты предлагаются также поддержать наше ОСББ. «Энергодом» – это программа рассчитана на три города по «Роспро, Один, Старь и Синка Шерченко». Предлагается возмещать проценты по кредиту по программе «Энергодом» тоже за бюджет, за местный бюджет. Увеличение бюджета не предусматривается. У нас ежегодно планируются средства для погашения этих кредитных ставок. И на сегодняшний день перерасходов у нас нет. Даже погоду наблюдается где-то 30 процентов. Не просят люди этих денег. Не осваивание? Не осваивание, да. А где вы находитесь? Мы находимся на первом этаже в 16 кабинете. И всегда там находились. Нашему отделу один год, чуть больше года. Поэтому мы для всех открыты. У нас очень много. Мы ведем на сайте Покровской Минской Рады есть два ресурса. Это АИС «Энергосервис», где вы можете посмотреть результаты модернизации, тепломодернизации бюджетных установ и ведения учета. У нас есть капитальная экономия по расходу энергоресурсов. И есть у нас также страничка «Энергосбережение», где мы анонсируем все наши мероприятия, где мы анонсируем нашу работу. Скоро будут вывешены результаты АИС «Энергосервиса» за тот период сначала его внедрения и по сегодняшний день, что дали те мероприятия с тепломодернизацией бюджетных установок, и как мы сегодня экономим наши ресурсы данных бюджетов. Поэтому предлагаю принять изменения и программу принять в новой редакции для того, чтобы мы могли поддержать наших покровчан Родинской и СНТ Шевченко с модернизацией как капитальной, так и частичной своих жилых помещений. Есть вопросы? Спасибо. Следующий вопрос у нас получает Сергей Павлович, пожалуйста. Добрый день. Депутаты, значит, громадские формирования за порядок просто вашего дозвола на передачу шести обзорных камер в муниципальные службы правопорядка, так как им в настоящее время они сейчас более нужны для рационального использования, и у них будет организована диспетчерская служба, мы свои шесть камерных, которые мы ранее приобретали, перейдем на баланс. Мы спросим вашего разрешения на передачу. Есть вопросы? Нет. Спасибо. Спасибо. Четырнадцатый вопрос. Да, мистер Городенко, мы проводим, что единый вид, надо подсказать, да? Теплосит. Добрый день, шановные депутаты. Выносим на развитие проект решения про затверждение статута коммунального предприятия Покровской области в связи с тем, что решением Покровской области 7.3.72-1 было выделено кошти у размера 762 505 205 гривен 75 копеек. Эти деньги были выделены по использованию тепломережи для покрытия компенсации разницы между целью потребления тепловой энергией и целью ее реализации. Это касается договора теплопоставления с Украинской области по авангардной. Это было покрытия разницы старых. А в этом году, как обстоит ситуация по авангардной. Ранее планировалось сделаться автономно. По этой же схеме и планируйте. Просто люди знали, что звонят и успокоятся. Ваши сотрудники у вас нет это место? Нет. Есть все. вопросы. Следующий вопрос. Дело в том, что население спрашивают по поводу проблемы водоснажения. Там не уплата финансовая, не зачисление. В результате угроза сокращения подачи воды. Так вот, как будут обстоятельства? Потому что каждый день задают вопросы. Отключения будут, не будут. Проблема не с этим. Далеко не с этим. Это вода Донбасса. Они сокращают подачу воды. Чего не объясняют? Не уплата? Сейчас, смотрите. Нет. Сиренович. Можно вас, да? Отвечите, пожалуйста. Сиренович сейчас ответит. На этот вопрос. Там и стоит вопрос о задолженности. Есть договор о респектурализации, по которому город платит. Поэтому вопросов нет. Единственное, что в связи с погодой такой, вода Донбасса уменьшила подачу на город. Под необходимой суточной нормы 2,2 тысячу подают порядка 800. А чем это следует? У нас это проблема уже не первого года. Вы же понимаете. Летом всегда так было. У нас в 2016 году есть еще один второй резервный водород. Это Авдеевский. Который нам все время при необходимости летом давал дополнительно от 300 до 500 тысяч кубов. На сегодняшний день он разбит. Вопрос поднимался и обл. администрации за этот вопрос знают. Вода Донбасса готова его отремонтировать, но они не могут договориться с противодопор сущей стороны. Немножко, я не знаю, может быть дезинформация, но у меня информация о том, что Ирина Вячеславовна обещала, клятвенно еще Кириленко, платить ежемесячно не 500 тысяч, потому что от 700 до миллиона. Но эта сумма не оплачивается, там же идет перечисление горбодоканалу, а потом дальше. Поэтому недоплата, все-таки недоплата, неперечисление с этим связано. Ежемесячно платят. А? Ежемесячно платят, где-то недостаточно платить. Ну то есть с Юдином можно поговорить. Долженность, конечно, есть горбодоканалов, которые будут поставить 120 миллионов. Там дом большой. 120 миллионов. И он наращивает, увеличивается. И угроза, и Юдин говорит, да, будем сокращать. Будут сокращать подачу воды, из-за этой недоуплаты. Нет ответа, Не хватает наполнения статурма. Поэтому, что вы сделали ремонт. На сегодняшний день надо не рассматривать сокращение воды из-за задолженности. Угроза присутствует. 120 миллионов есть, конечно, долг. на сегодняшний день это из-за отсутствия воды у воды Донбасса. У нас ситуация такая, что вода почесала. в Селидово нет такой проблемы доброхоли нет такой проблемы. У всех подачи и в Селидово доброхоли нет. Но когда вообще прекратится почасовая подача воды? Или она не прекратится? Как это, что планируется? вода будет подавать необходимое количество воды, водоснабжение нормализуется. Но когда это прекратится? В сентябре октябре нет. В любом случае к сентябрю это должно восстановиться. Вы же видите они даже иногда больше дают чем даже когда говорят, что вода у нас по часам у некоторых частей города она идет постоянно. У нас не идет в центре города она не идет она идет потому что останавливает подпитывающие насосы и она тем самым она прессовывается в центральную часть города в общем центр города вы оставили без води не меня не слышать я слышу я слышу что зачем нет в 2019 будет проводиться теза на заметность ВНС насосной станции вот центральная часть города которая я думаю решит проблему вот это более уже конкретно а так есть так спасибо пожалуйста надеюсь на депутаты на дорозвяду пропонуется 15 15 вопросов которые были предоставлены на замене комиссии из них по каждому до 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 депутатов на комиссии Пока подтвержденная смерть одного человека, двое госпитализированные. Вероятная причина катастрофы, одна из версий, это газ. Потому что недавно меняли счетчики газовые. Сложно говорить, потому что я только что был с мальчиками, папа не отвечает на вызов, а он у него подписан на папочку. Это большое горе. Все службы работают слажены. Есть информация, что дом находится в аварийном состоянии, не подлежит заседению. Мы хотели, чтобы человек предоставил документы. Вместе с юристами Покровского совета рассмотрели документы. Все жители дома услышали, что есть документы, все порядки, все видели. На депутатской комиссии документы оказались не те, которые вам рассказывали. Поэтому было предложение продасти с домом, обеспеченные водой и домом, и декором. Все депутаты, которые интересуются, разложить множество документов. А просто прийти поговорить, это вообще не интересно. Мы разговорим, пригласили. Мы его пригласили, да, просили же пригласить. Нет, подожди, мы на том месте просили, пригласили. Подождите, уважаемые коллеги, давайте по порядку. Надежда Юрьевна начала, наверное, давайте сейчас зайдем до этого вопроса, и мы его обсудим. Этого вопроса нет, у черного обсуждали. Может, вы не будете осуждать? Нет. Рядом со мной Савчук Олег Антонович, руководитель специальной школы номера. 12? Мы пытаемся надать дозволь. Это диланка присадивная. Там была старинка Хатинка. Землевласник бажает побудовать магазин, и тому звертается за дозволом на мастопудивную, на разработку мастопудивной документации, чтобы были проведены громадские обговорения и выявить возможность размещения такого магазина. Пропонуло договору о аренде земли с АТ «Альфа-Банк» для обслуживания административного будильника проспекту Миро-32. Банк є правонаступником Укрсоцбанка. Земельная диланка площадь 821 квадратный метр. Попередний договор был с 2005 года. Пропонуется продолжить на 5 лет. Про измену функционального использования земельной диланки коммунальной властности, что пребывает в аренде половиной по улице Європейская в районе магазина «Магнат». Земельная диланка площадь 630 квадратных метров. Договор о аренде був попередней для обслуживания дорогового майданчика с продажей автомобилей. Пропонуется изменить для обслуживания группы тимчасовых споруд. В районе магазина «Магнат». А это где «Магнат» у нас? «Меж Ягород» и «Магнат». «И что там будет?» «Машины?» «Что там будет продаваться?» «Група тимчасовых споруд». «Павильоны». «Про надене дозволу Карпинка у Зігарівня на розробку проекти землеустрою відведення диланки присадибною. За нею за рішенням суду визнані права забудовника в порядку спадкування, оскільки попередній власник здійснив будівництво будинку та не встиг вести його в експлуатацію. «Про передачу кубової земельної ділянки, присадибної земельної ділянки по вулиці Вихачева, 26-2. «Про передачу власник Столбникової валентині земельної...» «Не хочу вас говорить». «Не хочу вас говорить». «Не хочу, напрямую». «Не...» «Там, Столбникової земельної ділянки присадибною, також визнані права забудовника в порядку спадкування. Докторію Іслані Вікторівні передається земельна ділянка присадибною, вулиця Харківська, 24. «Про передачу власність Дем'яненка, Миколі, присадибної земельної ділянки по вулиці Джерельна, 100. «Передача власність Денисовій земельної ділянки присадибної по вулиці Лермонтова, 1. Також безоплатна приватизація земельної ділянки присадибної по вулиці Космонавтів, 50. «Громадянки Лупі, Оленья». «Можна вернуться в 19-й рік?» «Там паркер «Бидо». «Про ковночку». «19-й рік». «Лихачёва, да?» «Лихачёва, да, где это?» «Лихачёва, 26.2». «Ну, що там?» «Центрична на двоих хозяевах». «А, коттедж?» «Передача власність Осипяну Абелу земельної ділянки присадибної по проволоку ветеринарний, будинок 23А». «Передача власність громадянці перемінової земельної ділянки для будівництва будинку присадибна по вулиці 1 Травня, будинок 53». «Передачу власність охоронженого земельної ділянки для будівництва житлового будинку по вулиці Квітуче, 62». «Останнє питання про надання дозволу комунальному позашкідному навчальному закладу Донецька обласна спеціалізована дитячо-юнальська спортивна школа Олімпійського резерву з боксу на розробку проєкту землеострою. «Обрана земельна ділянка навпроти СК «Металург» в зеленій зоні, так називаємого парку Донецького забуду. «Планується земельна ділянка розміром 650 квадратних метрів. 6500 квадратних метрів. Для будівництва спортивного комплексу. Будівництво цього об'єкту розглядалося на минулій сесії, докладав Олександр Олександрович. Ну і земельну ділянку за рахуванням наявних комунікацій, щоб можна було здійснити підключення і водоводу, і газопроводу, і каналізації. Так, там є такі канави, в які велосипедисти їздять приглядом велосипедів». Не ділянка, не канал. Це шок місце, якщо ви знаєте, в цьому парцію. Це напроти стадиону. Якраз напроти стадиону. З тієї сторони религійна громада їхня ділянка, а напроти в зеленій зоні планується зеленій ділянка. Я ж не знаю, не помню всі ціфри у мене. Я знаю площадь, яка буде відводитися, планується відводитися. Але там участок 100 на 65 метрів. Площадь зеленій зоні там набагато більше. Зеленій зоні? Конечно. Так, відповідно. Так, є чого попросити. Так, є чого попросити. Це паніпаде відділу ізнові. Олег Миколаївич, будь ласка, ваше питання. Ви власні? В связи с тем, что с телеканала, карманного телеканала «Катри» и от депутата городского совета Андреича Сергеевича в адресового литра, это как раз в местах городской рынок, звучат неправдиво, непроверенно ложные информации. Я просил ваше разрешение зачитать маленькую информацию по ключевым вопросам, которые подготовили вас. О собственности рынка. В 1993 году малопредприятие «Элита» подограду купли-продажи купила в Донецком облпотребсоюзе Красноармейский колхозный рынок. По факту приема передачи к компре «Элита» перечли все недвижимое и недвижимое имущество. По договору между сторонами сделки весь коллектив рынка перешел на работу в МП «Элита». Законность этого договора была подтверждена судьями и судами, которые прошли в том числе и Высшим хозяйственным судом Украины. Постановление 18 мая 2006 года. С учетом этого обращаю ваше внимание, что Покровский, Красноармейский в прошлом рынок никогда не принадлежал городскому совету, а принадлежал Донецкому областному потребительскому союзу. А с 1993 года находится в частной собственности у «Элита». По Конституции Украины право частной собственности является неравшимым. Это статья 41. В связи с этим сделкой у «Элита» был береген участок в 5 гектар для ведения хозяйственной деятельности. Об этом есть государственный акт номер 53 и зарегистрирован от 9-го, 12-го, 97-го года. И он зарегистрирован в книге регистрации государственных актов. О преемственности. УО «Элита» было перегистрировано в 2003 году распоряжением Димитровского городского головы. УО «Элита» имеет тот же самый код предприятия, как и малопредприятие «Элита». Факт правоприемственности подвержен также справкой из полкома Димитровского городского совета от 8-го, 12-го, 2005-го года. Кроме этого, вопрос правоприемственности и законности использования земельного участка был предметом рассмотрения судебных инстанций, в том числе и касационных. Так, Высший Административный суд Украины в своем постановлении от 21-го апреля 2011-го года пришел к выводу, что О «Элита» пользуется земельным участком закона. Одной из сторон этого дела был Краснодарский городской совет. Поэтому у него должны быть все материалы дела. Высший Хозяйственный суд Украины в этом постановлении, о котором шла речь, отметил, что О «Элита» является правоприемником МП «Элита». О государственном акте. О «Элита» использует земельный участок для размещения центрального рынка площадью 5,14 гектара на основании ГОС-акта, выданного в 1997-м году. Действительность всех ГОС-актов, которые выданы до вступления в силу нового земельного кодекса Украины, подтверждена решением Конституционного суда Украины от 22.09.2005 года. Судебная практика О «Элита», о которой уже упоминалось, также подтверждает правомирность использования земельного. Стоит отметить, что земельный кодекс Украины содержит исчерпывающий перечень оснований прекращения права пользования земельным участком. Ни одно из этих оснований не существует на данный момент. Кроме того, действительность всех документов, удостоверяющих право пользования земельным участком, подтверждена законом Украины о государственном земельном кадастре. Таким образом, ГОС-акт «Элита» действительно на что прямо указано в законе. Напомню также, что отсутствие ГОС-акт «Элита» в соответствующих реестрах и базах произошло не по вине нашего предприятия. Красноармейским городским советом, с грубежьим нарушением земельного законодательства, свыше 30 субъектов было предоставлено земельные участки в пределах территории Рыб. Оценку этим фактом дало Донецкое областное управление земельных ресурсов в письме от 35-го 2005 года на имя начальника Красноармейского городского отдела земельных ресурсов. В этом письме указаны статьи, которые были грубо нарушены. Это 116-я, 123-я, 141-я, 142-я, 149-я и 198-я. Справочная, 116-я статья, это передача участка, который находится в пользовании, возможно только после прекращения пользования в порядке определенным законом. 123-я, необходимость земельной экспертизы. 141-я, исчерпывающий перечень основания прекращения пользования землей. 142-я, порядок добровольного отказа от пользования землей. 149-я, изъятие земельных участков проводится по согласованию земли пользователя. Спасовласиум. И 198-я, кадастровая съемка, в том числе и согласование границ со смежными пользователями. Это письмо 30 мая 2005 года Донецкое областное управление земельных ресурсов. Этим письмом областное управление земельных ресурсов потребовало от Костромейского городского отдела земельных ресурсов безотлагательно принять меры по устранению нарушений земельного законодательства и отменить незаконные решения в отделении земельных участков. Однако ничего этого сделано не было. Вопрос. Смотрите, ну если у вас так все правильно, ГОСАК, все есть у вас, а с кем вы все время судитесь? Плоть до хозяйственного суда, высшего хозяйственного суда, с кем вы все время судитесь? Это уже наши хозяйственные отношения. Ладно. Если это ваше собственное, зачем вам тогда проводить инвентаризацию? Вы без вас сможете... А потому что мы находимся там, вам еще раз объясняю. Значит, у нас выделено 5 с небольшим гектаром. Затем выделено было, вот я вам перечислю в конце, те грабежные нарушения, с которыми Краснодарский городской совет выделил более 30 человекам земельные участки. Эти люди получили кадастровые номера. И таким образом на карте города они уже внесены. И таким образом под наш ГОСАК, на котором появились вот эти белые пятна, нам не выдают кадастровый номер. Для упорядочения этого вопроса необходимо провести земельным ресурсом, инвентаризацию, определиться с границами, с правами и так далее, и сделать свое заключение. И решение, решение этого вопроса. Не может быть белое одно, понимаете? Подождите, раз им выдавали землю, значит, там не было в вашей земле. Послушайте, я еще раз вам повторяю. Я же вам сослался на письмо, которое есть у нас, не вынеслушатели. Я вам еще раз говорю. В этом письме у нас есть оригинал, не копия. Есть перечень более 30 человек. По каждому человеку, по субъекту, указаны нарушения статей. Это не я писал, это писало областное управление земельных ресурсов. И это письмо направило в городской совет, в том числе и Примаченко, о том, что немедленно устранить и отменить выдачу. Почему не сделано? Это вопрос не ко мне, это вот сюда вопрос. Ну и к подшественникам. Но так сложилось, что те руководители, которые приняли это решение, выделили эту землю, они не исполнили распоряжение, ну или, как сказать, рекомендации земельных ресурсов областных. И они оставили в силе эти выделения. Со временем эти люди получили, естественно, кадастровый набирал таким образом. То есть вы не этому суда не выиграли, да? Мы не подавали даже. Мы обратились в земельные ресурсы, земельные ресурсы изучила документы, направила на устранение по своим инстанциям земельных ресурсов города и городскому уголовью. Но сейчас, к примеру, мы даем вам разрешение, допустим, провести инвентаризацию. Это не мне, вы даете землеустроителям вашим, городским. Нет, это вам мы даем. Мы можем и... Но я с этим обращусь. Я могу только заказать. Я, к примеру, не даю вам такое разрешение. Даем разрешение, вы проводите инвентаризацию. На заказ. И тогда вы берете все вот эти, которые там получили, вы их берете, оттуда выметаете или как надо? Мы их оттуда можем вынести, но это вопрос другой вопрос. Значит, послушайте... Нет, ну вы же дослушайте, наверное, не будем перебивать. Значит, для того, чтобы вынести, юристи сейчас готовят акт и будут подавать в суд по этим людям. Это отдельная тема. А вопрос инвентаризации, это другой вопрос. Есть... На этой территории появились какие-то субъекты, у которых есть границы. Границы. И они должны эти границы нанести. Понимаете? Вот по каждому. С тех, с тех, с тех. Ну, сколько у вас там скандалов было? Я же помню эти скандалы, а? Ну, допустим... Почему вы все помните, как? А? Почему вы так все хорошо помните? Потому что там находится мой товарищ, к примеру, который сидит, у него там был ларек. Когда вы его ломали, полили там, ну, допустим, или ваши сотрудники, зачем это? Не пускали туда. Я не знал, что это, товарищ товарищ. Это первое. Это первое. Второе. Второе. Значит, смотрите. Есть, еще раз повторяю, субъекты хозяйства. Между ними всегда возникают какие-то там вопросы, обсуждения, недоразумения, решения. По вашему товарищу, могу информировать вас. Значит, находится дело, оно не еще новое, оно находится в эко-соционном суде Украины. То есть мы идем по процедуре до конца. Ко-соционный суд Украины прислал два нам заключения. Малый был совет из пяти человек и большой из двенадцати. Они прислали нам ответы. Кстати, в нашу пользу. Но вопрос даже не в этом. С вашим товарищем мы отдельно уже закрыли вопрос в обычном переговорном процессе. Суды идут. Есть решение суда. У нас есть решение суда ко-соционного. У вас? Это выше суд. У вас товарищи, которые начнут строиться, которые вы не разрешали? Это ложь. Это ложь. И это не решение суда. Нету. Пусть покажут. Сейчас покажите. Давайте мы соберем подругу. Как раз мы просили. Мы как раз мы просили. Прошли, товарищи. Я попросил вам ход событий. Вы хотите вызвать товарища, спросите, вызовите его сюда и можете у него тоже стоять. Так мы приглашаем. Кого? Смотрите. Но мы сейчас не о товарищей. Есть тридцать два человека, у которых определенное право собственности на землю. Тридцать два. У меня есть официально. Незаконный. Незаконный. 2003 года, 2007, 2004. Это 30. Нет, я вам еще раз говорю. Я сейчас начинал. Давайте я вам отвечу на ваши комментарии. Я вам зачитал письмо областных земельных ресурсов. Это дали специалисты и юристы областных земельных ресурсов. Не мы с вами, не я, не кто-то другой. Я это не видел. Я только слышу о том, что вам кто-то написал бумажку, вы это читаете. Я мотивируюсь документами. Если вас это интересует, я вам это копию предоставлю письма. Оно, если вы в столкоме есть, есть из него исходящее, оно вот сюда поступало. Олег Павлович, а вот, если намного проще, как раз то, что мы просили на депутатской земельной комиссии пригласить вас с пакетом документов. Я не пригласил никто. Это во первых. Пригласить юристов. Это вот мы когда говорим с архитектором, куда мы будем сидеть. Естественно, я мог бы прийти на депутатскую комиссию, если бы меня пригласили. То же самое, вот это есть информация. И под каждым пунктом здесь есть документ. Давайте вспомним, когда вы были на сессии, как мы с вами закончили разговор. Когда стояли рядом парадокс, депутаты, когда с вами общались. Давайте не вообще, вы или кто мы. И депутаты, там не только я. Значит, я помню, как депутаты это выслушивали. Депутаты, во-первых, нет информации, кроме того, что вы вкидываете в ваш карманный канал и играете. Вы сами прочитали информацию, что вы сейчас будете их забирать. Я обращаюсь не к вам. Вы что хотите, то и делаете. Нет, я еще раз вам повторяю. В отношении этих людей есть правовое поле. И в отношении, если у нас есть к ним претензии, то наши юристы будут обращаться в суды украинские. В правом поле, что они будут сказать, их нет. И будут доказывать. Ну, о чем вы болтаете с этим? Послушайте, давайте как-то так чуть-чуть за своим разговором. Хорошо, болтайте. Болтайте-то вы, я перейдусь на факты. Вы тоже следите за собой. Я на факты оперируюсь. А вы сейчас просто остались и прочитались. Я вам еще раз говорю. То, что мы говорили даже с артитектором. На земельной комиссии, не перебивайте меня, пожалуйста. Почему вы меня перебиваете, я вас не понимаю. Да вы уже сказали, я вам отвечаю, как выйти с этого процесса. Ну, не надо, потому что вы знаете, как выходить из всего. Что, что? Вы знаете, как из всего выходить процесс. Вы придите со своим юристом на депутатский день, на какой комиссии, в тот день, когда работал депутатом. Давайте вспомним, как закончилась депутатская сессия, когда стояла рядом с вами архитектор Барановская, которая представляет ваши интересы на громады. Мы это увидели всей на земельной комиссии. Селесевич, ваши депутаты, они не уместны. Пригласят депутатов, они смогут ознакомиться. Послушайте, Селесевич, давайте оперируем чем-то, не вашими домыслами, не фантазиями. Я оперирую законом. Давайте. Покажите мне законы, на что вы сейчас опираетесь, кроме вашей бумажки, о которой написали ваши люди. Какие законы вы оперируете? О том, как вообще у вас оказалась эта земля. Во-первых, когда даже было решение из полкома... Можно маленький комментарий? Я о нем забыл, помню. Сергей Сергеевич Андрейченко, депутат городского совета, написал, если я не ошибаюсь, у меня поправки. В феврале этого года, обращение в СБУ. Сейф, просто... Поправляю, не писал в СБУ, ни полицию, ни одного запроса, лично я. Но, у нас... Я хочу поправлять, покажите этот запрос. Я хорошо. Значит, я сейчас прокомментирую, потом, если что, вы меня поправите. Я вас уже поправляю. Мы разберемся в этом. Я согласен. ВОСТОЧЕСКАЯ НЕСЬМУ ВИТАЮ вас! Розпочався новий робочий тиждень. Як завжди в ефірі в цей час КАПРІНЮС. Меня зовут Алёна Рудич и сегодня в выпуске новин поговорим на такие темы. Доведение доводчоя герники Красноломанской заблокировали вхид на предприятие. Не пускают, потому что мы же не знаем, каких нам методов принимать. Как минули вихедние для покровских рятувальников и правоохранителей. У Криворизской ОТГ прошли районные соревнования из стендовой стрельбы. Это были соревнования по стендовой стрельбе среди индивидуальных, среди членов Добропольского и Украинского общества охотников и рыболов. У Покровску відбулось заседання планово-бюджетной комиссии депутатів міської ради. Прямовывается 29 миллионов на придбание проектов и завершение ремонтных работ в 12 закладах дошкольно-школьно-освития. Программа «Моё місто, моё село, моя країна» успешно реалізовується у селищі Шевченко. Ты всегда выходишь, дождь не дождь, стоишь по тонненькам мокреш, а так теперь спасибо огромное. Стоишь, не идущи, лавочка, все удобно, садись и ждите сколько угодно. И начинаем традиционно зі статистики. Протягом останньої доби в Україні було лабораторно підтверджено 681 випадок захворювання на коронавірус. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22 червня в Україні підтверджено 37 241 випадок COVID-19. З них 16 642 людини одужало, 1012 померло. Журналісти телебачення Капрі продовжують висвітлювати події, що зараз відбуваються на шахті Краснолиманська. З самого ранку знімальна група вже на місці подій. О 6 ранку 22 червня біля КПП Краснолиманської збираються гірники на чергову акцію протесту. Відтепер формат шахтарського страйку змінився. На територію підприємства нікого не пропускають. Не пропускають, тому що ми вже не знаємо до яких нам методів прийматися. Денег не платять з ноября місяця, з декабря по 200-300 гривень. А на роботу викликають. Роботу ідіть, і работайте. Тобто станом на шосту не пропускають ні працівники нікого? В даний момент не пропускаємо. 8 місяців без зарплаты, як ви думаєте, що ми маємо робити? Їхати, рубати, голь. Тобто зараз на підприємство нікого не пропускають? Нікого. Де наші гроші? Люди стоять, молчать. Роботи хочуть безплатно. Єдиний варіант потрапити на підприємство – інший КПП, яким деякі працівники і скористались. Бачимо на території біля шахти і колишнього Покровського мера, а нині нардепа Руслана Трибушкіна. Пробув він на мітингу приблизно хвилин 20. І за цей час встиг, начебто, зателефонувати виконуючі обов'язки міністра енергетики і захисту довкілля Ользі Буславець. Ну, опять же, хто поїде? Ось ця часть людей поїде. А ви, як були, так і залишите тут стояти. Трубку поки не беремо. Та, звичайно, зробити селфі на фоні шахтарів, які восьмий місяць поспіль не знають, чим годувати свої родини. Як мені будуть муж? Я мужа похоронила, мать похоронила. Син тут працювати і я. І без грошей, дійсно, сидимо. Працівники, яких не пропустили на підприємство, сприймають ситуацію, за їх словами, адекватно. І підтримують вимоги мітингарів. Не пропустили на підприємство і заступника директора Анатолія Руденка. Далі – без коментарів. Далі – без коментарів. Звернувся з нами заступник директора шахти, звернувся з нами повідомленням про те, що група шахтарів не пускає до шахти своїх колег. Даний факт зафіксовано, за даним фактом проводиться перевірка, встановлюються свідки, обставини події, для того, щоб дати правову кваліфікацію. Приблизно пів на восьму ранку на підприємство на розмову з генеральним директором зайшов головний поліцейський Покровська Олександр Коломіць. Пробувши там трохи більше години, повідомив журналістам мету зустрічі. Ми з генеральним директором спілкувалися, ми спілкуємося зі всіма сторонами, ми спілкуємося з тими і з тими. Питання у нас одне – ми не повинні допустити провокацій і не допустити порушень громадської безпеки. Гірники мають намір не здаватись і 23 червня знову вийти на акцію протесту, але перекрити для входу вже два КПП. Журналісти «Телебачення Капрі» триматимуть вас у курсі подій. Аліна Рудич, Владислав Філоненко, «Шахта Краснолиманська», червень 2020. І як стало відомо згодом, на державному підприємстві вугільна компанія «Краснолиманська» змінилось керівництво профспілкового комітету. Голова профспілки Валентин Щепотін та його заступники Сергій Сушко та Степан Руденко написали заяви на звільнення за власним бажанням. Як повідомляють у Покровсько-Мирноградській територіальній організації профспілки працівників вугільної промисловості України, 18 червня до них надійшло звернення від працівника трудового колективу Віктора Скакунова, до якого були додані заяви на звільнення за власним бажанням від Валентина Щепотіна, Сергія Сушка та Степана Руденка. Розглянувши ці заяви, президія постановила звільнити вищезазначених працівників з 19 червня 2020 року. Таке рішення було прийнято у зв'язку з нестабільною роботою підприємства та загрозою втрати організації. Замість Валентина Щепотіна його обов'язки буде виконувати Роман Сиротюк. Його заступником було призначено представника трудового колективу Віктора Скакунова. Також Роману Сиротюку було доручено провести аудит господарсько-фінансової діяльності профспілки. Ці вихідні для Покровських правоохоронців пройшли відносно спокійно. Проте без правопорушень не обійшлося. Про усі подробиці нам розповів інспектор сектору моніторингу Покровського відділу поліції Микола Лебеденко. Протягом минулих вихідних до Покровського відділу поліції надійшло 346 повідомлень, з них 36 з ознаками кримінальних правопорушень. Так, співробітники поліції задокументували два факти незаконного зберігання наркотичних речовин, два факти незаконного вирушування конопель. Окрім цього, було зареєстровано три дорожньо-транспортні пригоди на територію обслуговування. Крім цього, співробітники поліції розкріли ряд крадіжок особистого майна громадян. Всі вони зареєстровані за статтею 185 Кримінального кодексу України. Що стосується двох фактів виявлення вирушування конопель, обидва факти були виявлені на території обслуговування мирноградського відділення поліції. Так, в ході операції МАК у Мирнограді у 47-річного місцевого мешканця було вилучено 43 куща конопель. Другий факт також був у Мирнограді, там у 43-річного місцевого мешканця було вилучено 21 кущ конопель. Під час перевірки було встановлено, що цей громадянин раніше вже притягався до кримінального відповідальності. А ось рятувальники були задіяні до гасіння пожежі один раз. Про це нам розповів Володимир Журбенко, заступник начальника ДПРЗ-9. Протягом останніх вихідних з 20 по 21 червня 2020 року особовий склад 9-го Державної пожежно-рятувального завону головного управління приймав участь у гасінні пожежі, яка сталася об 11.20 червня 2020 року за адресою село Новоекономічне, вулиця Чкалова, 11. По приїзду на місце пожежі було встановлено, що горить покрівля будинку на площі 77 метрів квадратних. Більше протягом вихідних особовий склад 9-го Державної пожежно-рятувального завону не приймали участь у гасінні пожежі. 19 червня була пошкоджена перша лінія каналу «Сіверський Донець-Донбас». 20 червня о 5.35 була пошкоджена друга лінія. Про це повідомили на офіційному сайті комунального підприємства «Компанія Вода Донбасу». В результаті відбулось скорочення подачі води по каналу «Сіверський Донець-Донбас» на 50%. Робота фільтрувальних станцій максимально переведена на роботу резервних водосховищ. Але у зв'язку з підвищеною водовіддачею в жаркий період це може забезпечити подачу води в міста не більше, аніж на 80%. Таким чином водопостачання Покровська, яке й до цього здійснювалось по годинах, буде ще скорочено. Наскільки відсотків подача на місто стала менша, на даний момент невідомо. Проте мова про повне припинення водопостачання поки не йде. У Покровську відбулось засідання планово-бюджетної комісії депутатів міської ради. На які статті витрат планують перерозподілити бюджетні кошти – далі у сюжеті. 22 червня у Покровську відбулось засідання планово-бюджетної комісії депутатів міськради, яке традиційно відбувається напередодні проведення сесії. На порядку денному питання, яке стосується перерозподілу бюджетних коштів. На житлово-комунальну галузь – 1,7 мільйона гривень. 990 тисяч гривень заплановано на придбання квартир для внутрішньопереміщених осіб. Це софінансування з обласного бюджету на 2,2 мільйона гривень. 750 тисяч гривень – обласна субвенція для придбання квартир для дітей-сіріт. Розподілили кошти на потреби сфери охорони здоров'я. Спрямовується 5,6 мільйонів гривень. 644 тисячі – це преміювання працівників медичних закладів до Дня медичного працівника. Придбання медичного обладнання на 5 мільйонів гривень. Ще 3 мільйони 300 тисяч гривень планується спрямувати на освітню галузь, серед яких 2 мільйони 400 тисяч на придбання обладнання в рамках виконання програми «Нова українська школа». 582 тисячі гривень – на проходження медичних оглядів працівників дошкільних і шкільних закладів. 500 тисяч гривень планують витратити на ремонт покрівлі Покровського відділу поліції. «Те стане здання, в якому зараз знаходиться, у нас є проблеми. Починати треба з крыши, однозначно, для того, щоб наступати далі, щось робити з допомогою вас, або з допомогою інших моментів, тому що крыша знаходиться в дуже аварійному стані, тече весь наш третій етаж повністю». Ще 200 тисяч гривень витратять на паливо-мастильні матеріали для правоохоронців. «Це кількість топлива, тобто ви нам закупите, якщо ви доведворите наше пожелання, це до сентября до сентября, це на великій період. Досить кругленьку суму коштів планують спрямувати на недобудови, за які, до речі, з бюджету свого часу виділяли чималі кошти. «Прямовується 29 мільйонів на придбання проєктів та завершення ремонтних робіт у 12 закладах дошкільної шкільної освіти та в спортивних закладах». Більш детально ці та інші питання розглядали на Депутатському дні, прямий ефір якого ви можете подивитись в Ютубі та Фейсбуці «Телебачення Капрі», а також у наступних випусках «Капрі Ньюз». 22 червня українців шановують пам'ять жертв Другої світової війни. Щорічно цей день є днем скорботи в Україні. У період з 1941 до 1944 року полягло до 10 мільйонів наших співвітчизників. Люди гинули не лише в результаті бойових дій. Через окупаційний терор, голод та примесове вивезення загинув кожен п'ятий українець. На знак скорботи за загиблими в роки Другої світової сьогодні по Україні обмежено розважальні заходи та приспущено прапори. У Добропільському районі відбулись змагання по стендовій стрільбі. За усіма подробицями цього видовищного процесу слідкувала моя колега Юлія Родіонова. Тож, давайте дивитись разом. Серед безкрайніх полів земель Криворізької ОТГ знімальна група «Толебачення Капрі» проводить свій суботній ранок. Що саме привело нас сюди, запрошую подивитись. А приїхали ми на першій районі змагання по стендовій стрільбі. 26 учасників перевіряли свої вміння. Про сам захід нам розповів організатор пан Євген. Це були сорівновання по стендовій стрільбі. Среді членів Добропільського українського об'єднання охотників і рыболовів. Приложили, конечно, максимум усілях. Спасибо. І поліції нам согласували документи, які підготовка була. І военкомату, военному комісару. І о том, що теж согласували і дали розрішення на проведення цих мероприятий. Спасибо Криворічському ОТГ, Павлове, Ні Івановні за її участь. Ну, а, соответствуючи, і далі організація вже лежала на мене. Ці змагання проводяться за ініціативи директора Добропільського ТМР Кучеренка Євгенія Анатольовича. Дуже активна людина з правильною життєвою позицією. І завжди ми з ним співробітничаємо. Він завжди звертається за допомогою. Дуже приємно, що ці змагання проводяться вперше саме на території нашої громади. І, звичайно, ми будемо робити все для того, щоб вони проводилися і надалі. В нас дуже багато планів по співпраці з Добропільським ОТМР. І всім, чим можемо, завжди будемо підтримувати, допомагати. Тож, бажаємо успіхів сьогоднішнім учасникам. Всього найкращого, я думаю, кожен і учасник, і глядачі отримають задоволення від такого заходу. Рушниці, постріли, метальні машинки та сконцентровані на мішані чоловіки – усе це створювало свою особливу атмосферу змагань. Серед глядачів бачимо і представників Департаменту екології Донода. Самі ж учасники змаганням дуже раді. Особливо перед прийдешнім відкриттям мисливського сезону. Це хобі. Нравиться, стріляємо. На яке місце сьогодні претендуєте? Звісно, на перше. Тренуємося. Готовитесь к охоті вже? К відкритті охоті. А коли відкриття вже? Ну, як звичайно, в августі, втора. Розкажіть, що треба робити, аби влучно стріляти? Треба тренуватися. Змагання, стендова стрільба. Це, по-перше, побачиш своїх колег. Можна поділитися впечатленнями, знаннями. Ну, і плюс к цьому ручку набити можна. Тяжело, звісно. Перший раз, я не знаю, че-то казалось, що буде легче. Ой, ну що, палювання, це ж ви знаєте, що це таке. Не знаємо, я не знаю. Приятне общення, не, главное, попасти, а, главное, будь присутній. Так що ми бережемо природу і діч, а це ми так виїхали просто погратися. Главное не волнуватися, не переживати. А ви багато років вже займаєтесь спортом? Цим 37 років. Змагання приходили у два тури, під час яких за різними позиціями учасники мусили потрапити у вилітаючу мішень. Справили з цією місією і новачки, і вже бувалі мисливці. Але переможців тільки три. Вони з гордістю та з задоволенням займали п'єдестал, а приймали поздоровлення від колег та гостів змагань. Хочу всіх привітати також. І не дарма на Добропільщині пан Євгеній відкрив вперше в нас такі змагання. Я рахую, що вони будуть продовжені, як вже казала пані Анна. Дуже приємно, ми завжди співпрацюємо на всіх належних умовах. Дуже приємно, що є товариство, є люди, які також вподобають дійсності спортивні змагання, чисто спортивну дружбу. Тож, друзі, унікальні кадри. Журналістка «Телебачення Акапрі» обмінює мікрофон на рушницю. А усі інші цікаві подробиці змагань з майстер-класами та розмовами дивіться уже незабаром в ефірі «Телебачення Акапрі». Юлія Родіонова, Владислав Степанов, червень 2020 рік. У селищі Шевченко з'явилась нова автобусна зупинка. Її спорудили за підтримки Сергія Андріченка. На зустрічах з мешканцями селища Шевченко Сергій Андріченко дізнався, які питання хвилюють людей. І поступово ці прохання реалізовуються. Так, вже виконано відсипку вулиць приватного сектору, встановлено вуличне освітлення. А нещодавно у селищі Шевченко на місці пустиря з'явився новий дитячий майданчик. Робота у цьому напрямку триває. І сьогодні у селищі побудували нову автобусну зупинку. Приїзд рейсового автобуса під відкритим небом. Пропозиції про необхідність спорудження автобусної зупинки неодноразово висловлювали місцевій владі, але марно. Тож вирішили звернутися до Сергія Андріченка. Розуміючи важливість даного питання Сергій Сергійович посприяв у нього вирішенні. І тепер поблизькоючи на сонці новими металевими стінами, зупинка на день не захищає пассажири і відчиняють приходу автобуса. От дождю, витру і полючу до сонця. Вот здесь вот много людей, які садяться на рабочий автобус, а остановки нету. Но это вот уже я сегодня выхожу, это шикарно. А вообще огромное, большое спасибо тому, кто это сделал. І на роботу, і с роботи, і тут три автобуса останавливаются, пожалуйста. То все время выходиш, дождь, не дождь, стоїш, під зонтиком моклиш. А так теперь спасибо огромное. Стоїш, не идущий, лавочка, все удобно. Садись, и ждите сколько угодно. Спасибо огромное, конечно, очень хорошо. Довольны все. Нагадаемо, селище Шевченко отримало від Покровська субвенції на суму 14,5 млн грн. Але жодного покращення мешканці селища не відчули. Тож, як кажуть селяни, одна надія на небайдужих людей, завдяки яким за останній час селище Шевченко перетворюється на краще. І наприкінці випуску коротко про погоду. 23 червня у Покровському Мирнограді та Добропіллі погода буде ясною. Але ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. Температура повітря складатиме плюс 19 за Цельсієм вночі та до плюс 29 в день. Тож, такими насиченими на події видався цей день для регіону. Наші знімальні групи невпинно слідкують за тим, аби ви завжди були в курсі найактуальніших новин Донеччини. Дякую, що обираєте телебачення Капрі. Побачимось вже завтра в цій же студії, в цей же час. СТО «Лідер» надає широкий спектр послуг для вашого авто. Комп'ютерний розвал сходження, ремонт двигуна та ходової частини, діагностика ходової, балансування та шиномонтаж на європейському обладнанні, обкатка залізних і литих дисків, накачування шин газом, рихтування серйозних пошкоджень. Команда досвідчених автомеханіків, слюсарів і автоелектриків працює на якість. На СТО «Лідер» вас обслугують щоденно з 8 до 17.00 за адресою Місто Покровськ, вулиця Пушкіна, 146. А також для вас працює магазин «Автоміг». У ньому представлений підбір нових та БУ автозапчастин. Асортимент автомасел, антифризів і автокосметики у наявності та під замовленням. Різномається аксесуарів. Чекаємо за адресою Покровська, вулиця Тюленіна, район Динасового ринку. Телефон 050-977-25-01. Веломагазин «Віраж» ретельно обирає тільки якісні та зручні моделі велосипедів. Для малечі та підлітків, спортивні та дорожні, на різний смак та гаманець. Веломайстерня «Віраж» – це швидкий та якісний ремонт коліс і велосипедів за прийнятними цінами. Широкий вибір вело- і мото-запчастин, якісні покришки та камери. Магазин «Віраж» – місто Покровськ, вулиця Європейська, 56. Телефон 050-574-12-65. Працюємо щоденно, без вихідних. Кафе «Жилі-билі» запрошує в гості всіх, хто хоче затишно провести час, оцінити смачні та оригінальні страви, відпочити від повсякдення під приємну музику в гарній компанії. Кафе зустріне вас з комфортною обстановкою, доброзичливою атмосферою та привітним персоналом, щоб ви відчули себе як у касті. Різноманітне меню, м'ясо та риби на мангалі, кальянне меню, алкогольні та безалкогольні коктейлі приємно виразять кожного гостя. В «Жилі-билі» можливо замовити проведення Дня народження, весілля, банкетів, вечірок та корпоративів. Приємну атмосферу доповнить оригінальний ландшафтний дизайн, екопрут, міні-зоопарк та сучасні дитячі майданчики. Влаштуйте собі свято, відвідавши кафе «Жилі-билі». Чекаємо вас щоденно за адресою. Місто Ротинське, міський парк. Телефон 095-531-16-22, 050-624-74-95. Подобова та довготривала аренда парковочних місць на стоянці у Покровську. Найдешевші ціни у всьому місті. Значна територія стоянки автомобілів дозволяє розмістити усі типи автотранспортних засобів. Цілодобова охорона гарантує безпечність вашого транспорту. Наша адреса – місто Покровська, вулиця Дніпропетровська, район автопарку. Де краще усього купувати якісну IT, аудіо, відео та побутову техніку? Звісно ж, де? В магазині цифрової та побутової техніки «Угальок», що в Мирнограді, який не перестає радувати своїх покупців. 15 років на шляху до досконалості та інновацій – це вже не мрія, а реальність, яку ми втілили вже сьогодні. Великий, зручний та технологічний. Таким побачили оновлений магазин цифрової та побутової техніки «Угальок» покупців в Мирнограді. Останні новинки техніки, вигідні пропозиції, кращі ціни, постійні акції максимально задовольнять потреби наших покупців. Щодня «Угальок» пропонує більше сотні товарів за акційною ціною і тисячі в розстрочку без переплат. Магазин «Угальок» активно просуває програму лояльності. Більш ніж 30 тисяч мешканців Мирнограда і району є власниками дисконтних карт «Угалька». Бонуси, накопичені за попередні покупки, дозволяють власникам карт заощаджувати до 30% вартості покупок. Магазин «Угальок» – це новий формат комфортних покупок. Приходьте до нас, і ви в цьому переконаєтесь. Ми знаходимося за адресою магазин «Угальок». Місто Мирноград. Мікрорайон «Молодіжний-3». Мікрорайон «Угальок»